Просто не верю своим глазам. С вероятностью 90% это же сапфиры Марии Антуанетты. Флюоресценции никакой, и огранка. Помните, я вам говорил об этой чудесной огранке? Никогда не думал увидеть это. И во сколько вы можете их оценить? 200 миллионов. Пять камней, каждый по 40 миллионов. Причем это не потолочная цена. Не каждому сапфиру, между прочим, удалось повисеть на шее у этой, как ее? Французской королевы. Французская королева, точно. Ну, допустим, они побывали там недолго. А объективная цена сколько? 200. Но то, что они были в ожерелье Марии Антуанетты, это лишний бонус к их реальной стоимости. Бонус, кстати, не очень хороший. Дурная слава. Это ты про гильотину? И про гильотину, и ряд других смертей. Ты вы что, мужики, вы же профессионалы. Какие проклятия? Проклятия это, вон, для сказок, для книжек. Ну, проклятия, не проклятия, я не знаю. Но, когда рядом большие деньги, то рядом и смерть. Чудные камни, чудные. Скажите, а где вы их взяли? Извините, это чисто профессиональный вопрос. Ну, скажем так, неожиданное наследство. А-а-а. Так волнительно. Ну, что ж, все хорошо с вашей девочкой. Следующий контроль на УЗИ через месяц, а там уже и рожать. У тебя тоже мальчик? У меня уже третий. И какой прогестерон? Я у этого врача уже второй беременной собираюсь. Ну, наконец-то. А то я себя здесь не очень комфортно чувствую, не беременной. Да, сегодня кушерский день. Спасибо, что съездила. Да, да, да. Но только в следующий раз пусть тебя сопровождает твой ненаглядный Сергей. Дайте, пожалуйста, Файлик. Дела делами, а сейчас на первом месте у него должна быть ты и твоя дочка. Диан, посмотри, какие у нее ручки. Это картина советского периода. Художник неизвестный, конечно. Ну, почему же он неизвестный? Художник малоизвестен. Это не одно и то же. Имя, фамилия значится. Ну, вы же понимаете, в каком я смысл. Ну, и когда мы получим наши деньги за наши камни? В ближайшее время. У нас уже есть покупатель. Только он ждал подтверждения их подлинности. Мы вам сообщим. Слушай, друг, а камера пишет у тебя? Ну, лежи для видимости. В нашем деле лишние глаза не нужны. Агата Георгиевна, принесите нам с Олегом кофе в кабинет, пожалуйста. Хорошо. Прошу прощения. Обеденный перерыв. Да, красивые заразы. Ну, и что ты думаешь? Действительно, эти камушки были в каком-то ожерелье Марии Антуанетты? Ну, драгоценности этой Марии Антуанетты всплывают по всему миру в таком количестве, что они вряд ли по месяцу даже версали. Слушай, ну, неважно. Если кто-то готов заплатить за эти пять камней, сколько стоит остров на Багамах, мне все равно, были ли они в этом ожерелье или у кого-нибудь вообще другого были. Антону тоже жалко, конечно, красивая баба была. Но если бы ей революционеры не отрубили голову, то не было бы у нас такого крутого барыша. А кому-то вы? Кому отрубили голову? Ну, Мария Антоневна, я... Да. Это было давно, а сейчас полтретьего мне пора. Ну, вы же знаете, у меня рацион питания. Агата Георгиевна, идите обедайте на здоровье. Можно? Можно. Благодарю. Ну, съешь еще кусочек. Ну, с ума сошла. Не могу больше сейчас лобну. Такая вкуснотища. И вообще, мне уже пора на работу. Я еще не домохозяйка, как ты. Подожди, ты же еще детскую не видела. Пойдем, покажу быстро. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Ты не отстанешь. Смотри. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот. Сегодня еще мебель детскую должны привезти. Вот здесь будет кроватка. Здесь пеленальный столик. А вот здесь этот диванчик хочу маленький поставить. По каталогу выбирала. Хочешь, покажу? Какую? Нет, нет, Ань, пожалуйста, уволь. Мне правда пора бежать. Все очень миленько, замечательно. Но у меня дела. Понимаешь? Дела. Это ты вон все играешь. Анька, а помнишь, как мы с тобой в музыкалке отрывались? Ты по-классике, я по джазу. Видимо, придется мне тоже забеременеть, чтобы не потерять подругу. Парковали бы вместе с тобой о ползунках, о детской мебели, о шарлотке вон. И все-то у тебя хорошо? И счастливая ты, и муж, и дом. Вот только я совсем перестаю тебя узнавать. Боюсь, что мы скоро на разных языках заговорим. Ну что ты, Диана, мы же подруги. Да уж, повезло мне. Ну все, давай, я пойду. Пока. Дверь захлопну. Ага. И когда вы сможете его заменить? Я бы сам смотрел, куда ставить. А ты не видишь, что там в зеркало? Не надо было ставить от дверей. Господа, осторожней. Подождите. Да, я понимаю, но его разбили не мы, а ваши грузчики. А где Сережа? Спасибо. Ты же попросил его приехать помочь пораньше. Занят на работе. Но обещал, скоро приедет. Иди погуляй. Привет. Ты чего? Да вот кольнула что-то. Что-то часто у тебя покалывать стало. Может, пора завязывать с этими мутными делами? Нервы и вообще? Ну что ты, я только вхожу во вкус. От этого старья, сама понимаешь, толку мало. Скорее хобби, чем бизнес. А вот если бы ты видела, что нам сегодня принесли на реализацию… Я прошу тебя, уволь. Кого тебя? Нет, Дианочка, ты мне еще нужна. Где я возьму такого честного бухгалтера? Преданного, молчаливого. Я ж знаю, ты ни за что не станешь расстраивать свою любимую подругу. Ой, убила, убила. Ладно, ладно, пошутил. У меня сегодня очень хорошее настроение. Побереги свое хорошее настроение для жены. Аня тебя, кстати, ждет. А, забыл. Вот шляпа, сегодня же мебель должны перевезти. Это все из-за этих камней. Нам сегодня привезли сапфиры из ожерелья Марии Антуанетты. Ценили в 200 лямов. Если так дальше пойдет, мы с тобой, подруга, заживем. Допрыгаешься ты со всем этим. Лучше бы о семье подумал. А я, кстати, о ней и думаю. Но вам сейчас деньги очень нужны. А они, как известно, не пахнут. Анют, прости, на работе задержался. Запеканка картофельная с телятиной из детского меню. Так, давай. Уже учусь готовить детское. Пробуй. Как в детском саду. Сплошные витамины. А ты что сама не ешь? Да я уже поела, пока тебя ждала. Ой, я так устала сегодня. И поликлиника, и мама заезжала, и мебель привезли. Ну, прости меня. Прости, пожалуйста. Ну, ничего, ладно. Я понимаю, у тебя работа. Это я целыми нями дома сижу. Уже вон все книги по уходу за детьми прочитала. Вот теперь рецепты изучаю. Салатик. Давай. Так. Анюта, ты у меня самая лучшая. Никогда ни на что не обижаешься, не ругаешься. Угу, если бы. Ты знаешь, как я сегодня на тебя злилась? Когда эту мебель без тебя разгружали. Ну, прости. И прости, что задержался. Еще это зеркало разбили. А я же ругаться не умею, ты ведь знаешь. Поменяют, никуда не денутся. Я завтра подъеду в эту фирму и разберусь. Ага. Как же подъедешь? Завтра приезжай ко мне на работу в обед. Вот. И мы вместе поедем в эту фирму. Ну, что такое? Ты просто расстроилась. Примета плохая. Моя жена, умница, верит в эти дурацкие приметы. Не знаю. Просто как-то неспокойно стало. У нас все будет хорошо. Кстати, я тебе сейчас покажу, что я нашей дочке купил. Привет. Тук-тук-тук. Ну, где ты там? Выходи, а то мы уже здесь с тебя заждались. Сереж, да ты уже на десять лет вперед ребенку игрушек накупил. Ничего не могу с собой поделать. Я тебя очень люблю. И я тебя очень люблю. Товар у нас. Да, эксперт проверил. Это действительно они. Хорошо. Завтра в одиннадцать ждем вас. До свидания. Ну, вот и отлично. Ладенька, я пойду тогда. Давай. Я в кафе на обед. Вам, как всегда, круассаны? Если не сложно. С шоколадом. Агата Георгиевна. Да. Это что такое? Эта женщина какая-то принесла. На реализацию. Да? Деревянные, кажется. Цветочки какие-то. Ценные? Да не, не думаю. Просто красивая вещица. Ну, я пошла. Вам, как всегда, два. Да. Господи, замотают же. Сергей Дмитриевич, можно я тоже пойду пообедаю? Да, идите. Любят надухарить. Буду хорить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О! КОНЕЦ Сергей Дмитриевич! Круассаны! Как? Значит, что и никого входящим и уходящим из магазина вы не видели? Нет. Я ушла на обед в соседнее кафе. Дверь магазина заперла. Я всегда ем в одно и то же время. Видите ли, у меня диабет и я должна есть в одно и то же время. Возьмите в ад. Олег Алексеевич должен подтвердить. Он сейчас подъедет, я ему позвонила. А через черный вход никто не мог зайти? Я не знаю, я через ту дверь не хожу. Девушка, сюда нельзя. Девушка, я не могу вас провести. Что происходит? Происходит следственное действие. Что случилось? Пожалуйста, пропустите. Не могу, девушка. А камеры? А камеры, они никогда не работали, это мы лежим. Сюда нельзя! Возьми не работает! Пропустите! Тихо-тихо-тихо-тихо! Куда? Это кто? Это Сергей. Да я девушку говорю, кто? А, это жена Сергея. Я сейчас скорую верну. Мне надо извить воды. Проснулись? Не волнуйтесь, это успокоительное. Не надо успокоительное. Что с моим ребенком? Я только ненадолго в виде исключения. Спасибо. Здравствуйте, Анна Александровна. В интересах следствия я должен задать вам некоторые вопросы. Какого следствия? Ну как же, вы ничего не помните? Мой муж. Мой ребенок. Уходите. Что? Уйдите. Да, знаете, ладно, хорошо, если так считаете, я, пожалуй, зайду позже. Уйдите. Мне нужно проститься с Сережей. Куда вы? Отпустите меня! Я не хочу вас держать! Я не хочу без них жить! Сереженька! Уйдите, пожалуйста, вы предупреждали. Я не хочу без них жить! Я не хочу без них жить! Я не хочу без них жить! Сереженька! Никаких посторонних веществ в теле Сергея Савельева не обнаружили. Медэксперты установили смерть от сердечного приступа. Ясно. А гематомы? Ушибы от падения. Ну, похоже, ничего криминального. В антикварном никого не было, замок не взломан. Просто несчастный случай. Говорят, что он в последнее время на сердце жаловался. А жена у него красивая. Что ты сразу фотографию убираешь? Ну, что ты что ж? Жалко женщину и ребенка. И муж сразу потеряла. Бывает. Ну что, дело закрываем? Не-не-не, пока нет. Я ее даже не просил. Еще хочу раз всех опросить и съездить в антикварный магазин, где работал погибший. Зачем? Ну, не все в этом деле, мне кажется, ясно. Интуиция? Не знаю. Называй, как хочешь. Или просто с красивой женщиной охота поговорить. Так, слушай, циник, как-то не рановато у тебя это профессиональное выгорание началось? Так, вместо того, чтобы прожрать, я тебе делаю. Вот смотри, здесь фамилия. Дуй в архив, может, что наковыряешь. Ну, давай-давай, вместо того, чтобы чесать языком, вперед. Вот, врачи передали твои вещи. Анька, родная, держись. Я понимаю, что тяжело, но надо жить дальше. Ты очень мне дорога, и маме дорога, и все у тебя будет хорошо, я тебе обещаю, честное слово, и все у тебя будет, и новая жизнь будет, и муж будет, и дети будут, Ань. Ну, ты же молодая еще, ну, все впереди. Мне ничего нового не нужно. Анечка, а я встретила директора твоей музыкальной школы. Зовет тебя обратно. Говорит, что все вспоминают тебя добрым словом. Ждут. А я вот грушу помыла тебе. Твои любимые. Забери их. Ну, я же тебе купила. Ну, что вы ко мне пристаете со своими грушами, музыкалками. Мне ничего не нужно. Уйдите. Я просто хочу побыть одна. Дианочка, Сане, не надо говорить сейчас о семье, о детях, о будущем. Только о настоящем. Так психолог в больнице сказал. Ну, значит, я не совсем понимаю, что такое настоящее. Ну, то, что сейчас происходит. О еде, о погоде, о каком-нибудь фильме. Когда ее выпишут, сходите куда-нибудь вместе. На концерты или джазовый клуб. Ее не утешать. Ее сейчас надо отвлекать. Это я джазом увлекалась. А она больше классику любит. Ну, я не знаю, куда вы там вместе ходили. Только не о прошлом и будущем. Прошлое прошло, а будущее само, дай бог, настанет. Доброе утро. Куда он делал? Что ты ищешь? Я ничего не ищу, ничего. Вот чтоб ты провалился! Черт. Олежек, что случилось? Ты что-то потерял? Я ничего не потерял. Лично я ничего не потерял. Придут люди за товаром, а товара нет. Это скотина, куда ты его перепрятала. Да какая скотина? Сергей твой. Кто же еще-то? Не надо так о покойном. И вообще, зачем ему что-то перепрятывать? Потому что кто-то кому-то в последнее время не доверял. Ну, что, где мне искать? Где? Вот здесь? Вот в тысяче вещей? Или он куда-то увез это все? Ну, я не знаю. Может, их украли? А ты случайно в этом не замешана? Отпусти! Да что ты знаешь? Что я знаю? Ты сказал, их украли! Мне Сергей сказал! Что сказал? А ты сказал про сапфиры, что они такие! Дорогие! Да ты совсем, что ли, с ума сошел? Нет, я, конечно, в курсе, что ты псих. Прости. Но это уже слишком. Это камни не просто дорогие сапфиры. Они стоимостью около двухсот миллионов. И если мы их не найдем, нам конец! Я вообще ничего не понимаю! Ты можешь по порядку объяснить, что происходит? Мы получили заказ продать камни исторической ценности. Мы нашли покупателя. Получили камни. Должны их были передать покупателю. А тот, в свою очередь, через нас деньги продавцам. А камней нет! Соображаешь? Ну, есть же какой-то выход. Подождут ваши продавцы. Это же все-таки непредвиденная ситуация. Я и так оттягивал эту встречу, как только мог. И то, что этот умер, и следствие идет, и то, что денег не получили. Ну, где-то камни отдали, а денег нет. А покупатель? Покупатель слился. Узнат, что этот помер. Идет следствие. Добрый утро всем! Тяночка, вам тоже, да, грустно, да? Мне тоже как-то не по себе после смерти Сергея Дмитриевича. Хороший он был, да, человек? Да и вообще, что с магазином будет, непонятно. Магазин закроют. Агата Георгиевна, вам это, большое спасибо. Расчет получите на вашу карту. Какой расчет? Сергей Дмитриевич не собирался меня увольнять. Сергей Дмитриевич умер. А я, как новый управляющий, говорю вам большое спасибо. Мы в ваших услугах больше не нуждаемся. Я тут, между прочим, работала еще у серужного отца. И вас тогда тут вообще в помине не было. Вы уволены. Ключи, ключи. Давайте ключи сюда. Кошку возьму. Моя. Я подлец. Кольц. А-а-а! Здравствуйте. Здрасьте. Вы сюда? Да, а вы кто? Следователь Жуков. Савельева Анна Александровна здесь проживает? Да, здесь. В больнице сказали, что ее выписали, мне бы хотелось поговорить с ней. Анечка, наверное, куда-то вышла. Я прошу прощения, а вы… Мама Ани. Косаткина Полина Евгеньевна. Ну, что ж, тогда я поговорил бы и с вами. Хорошо. Она, наверное, в магазин пошла. Да. Ясно. Поэтому ее нет. Давайте подождем. Как скажете. Мама, это ты? Опять вы? Простите, я просто не мог до вас дозвониться, а мне нужно поговорить с вами. В прошлый раз как-то не получилось. Я устала. Прошу вас, уходите. Аня! Ну, черт снотворный. Вызывайте скорую, быстрее! Вряд ли вы здесь что-то найдете. У Сергея с Аней врагов не было проблем с бизнесом. Тоже. У них вообще была на редкость благополучная жизнь. Про таких обычно говорят идеальная семья. Не знаю. Мне казалось, что абсолютно идеальных семей не бывает. Вы ведь подруги знаете ее лучше всех. Ну, Аня, она спокойная, терпеливая. Была, по крайней мере. Сейчас такое потрясение. Она, конечно, очень сильно изменилась. Сергей, он гордился Аней. Считал ее залогом своих успехов. Аня очень хрупкая, ранимая, чувствующая. У нее мама профессор консерватории. Она всю жизнь берегла дочку, как скрипку с Традивари. Вообще-то, нам сейчас важнее информация о ее умершем муже. Я не знаю, как она будет жить без Сергея в этой настоящей жизни. Магазин придется закрыть, потому что бизнес этот она вряд ли потянет. Поживешь пока у меня. Тебе не надо быть одной. Только не надо со мной разговаривать, как с больной. Я здорова. Будешь спать в своей комнате, как раньше. Как раньше. Аня, я тебя очень прошу, никогда больше так не делай. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Ничего не случится. Я поставлю чай и будем смотреть какое-нибудь современное кино. Мама, врачи сказали, что у меня теперь никогда не будет детей. Аня. Девочка моя. Мама. Ничего. Ничего. А тебе кто больше понравился, пианист или сексофонист? Все понравились. Слушай, а ты не хочешь снова заняться музыкой? Преподавать, например, или давать частные уроки? Ничего не хочу, Диана. Абсолютно ничего. Я не знаю, зачем жить. Так странно. Еще недавно была, а теперь как будто меня нет. Опять этот следователь. Постоянно что-то выспрашивает. А что следствие? Ничего. Экспертиза установила, что это смерть от сердечного приступа. И должны уже закрыть следствие. Но пока не закрывают. Почему? Не знаю. И следователь Жуков так странно себя ведет. Звонит, следит за мной. Один раз его у дома видела. Как будто преследует. Он же не думает, что это я могу быть причастна к смерти Сергея. Ты решила продавать квартиру? Да. Я могу помочь тебе с переездом. Вещи там собрать, упаковать, все. Все. Я же понимаю, что тебе сейчас сложно туда приходить. Спасибо. Я действительно не хочу туда возвращаться. Больно вспоминать. А игрушки и мебель детскую можно в детдом отдать. Вот. Отличная идея. Пойдем. Алло, Олег. В общем, я ничего не нашла. Да я уже десять раз все перерыла. Здорово. Слушай, в этом доме не знаешь? Ювелир живет. А вон. Лапуль, а мы же чаю забыли купить. Я тебе говорила. Возьми чай. Думала взял, а ты как всегда забыли. Здрасте. Прошу прощения. Здравствуйте. Вы Марк Аронович Самуилов? Да, а что? Дело в том, что ваш телефон был в контактах с Сергеем Савельевым. Хотелось бы задать вам некоторые вопросы. Вообще-то я эксперт, гемолог. И для многих провожу оценку драгоценностей. По их просьбе. Бывал и у Савельева. У него же антикварный магазин. Много разных камней сдают. Антиквариат. А вы в курсе, что он умер? Да, но ничем не смогу вам помочь. Я бывал только на экспертизе. Мы с ним в основном по ювелирке. Ценность объектов, происхождение. Ну, деловые взаимоотношения. То есть накануне смерти вы с ним не виделись? Полгода как не видел его. Ясно. Ну что ж, спасибо за информацию. Да, если вдруг что-то вспомните, позвоните. Ну, хорошо. У меня хорошая память. Навряд ли что-то вспомню. И тем не менее. Ну, хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Смирнов, опять мимо? Ну что, дело закрываем? Нет. Да куда еще? Начальство требует, чтобы дело закрыли. Несчастный случай не надо придумывать. А то, если затянем, оно так повиснет. Ничего повисит, пока разберусь. Или ты что, из-за этой Савельевой дело не закрываешь? Что ты несешь? Какая Савельева? Причем здесь она? Значит так, вот что. Боец. Проверь все камеры вокруг ювелирного. Вдруг что-то всплывет. Савельева. Давай, давай, давай. Иди работай. Дай фломастер. Ты что? Тихо, тихо, тихо. Зачем ты это сделала? Разве хорошо отбирать чужое? Это общее. Не плачь. Что она у тебя забрала? Фломастер. Зеленый. И не стыдно? Нехорошо обижать младших. А что, старших обижать хорошо? Как тебя зовут? Вика. Да на, забери ты свой фломастер. Плакся. Ну вот видишь, эта девочка вернула тебе твой фломастер. Не плачь. Я им рисую зеленую дорогу из травы, по которой за мной придет моя мама. Подожди меня секундочку, я приду сейчас, хорошо? И детская мебель пригодится, и все пригодится. Извините, можно? Игрошку хочу одну взять. Извините. Извините. А это вы мне о ней рассказывали, да? Да, да, это она. Вот, держи. И не плачь. Фломастер, это такая ерунда. За тобой обязательно придет твоя мама. Обязательно. Вы думаете, она вам только? Она всем чужим тетям про эту маму, которая к ней придет, рассказывает. А на самом деле, никто не придет. Ну что ты такая злая? Тихо, 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 ты что? Тихо, тихо, тихо. Ты что, не слушай ее. Твоя мама обязательно за тобой придет. Тихо. Доброе утро, дорогая. Доброе. О, зачем тебе так много конфет? Сладкое вредно. Лучше позвоните, а они сходили бы куда-нибудь вместе. Это не для меня. Для детей. Ты снова едешь в детский дом? Да, я решила удочерить одну девочку. Удочерить так скоро? Ты даже об этом не думала? А сейчас подумала. Неожиданно, конечно. Ты бы ее видела. Она такая маленькая, беззащитная, нежная, красивая. Кудряшки, как у меня в детстве. И такая ранимая. Именно такое представляла свою дочку. Я, конечно, не против. Я, конечно, за. Но, может быть, немного подождешь? Знаешь, мам, самый лучший способ забыть свои несчастья — это помочь тому, кто еще несчастнее тебя. Всем достанется. А конфеты? Кто конфеты будет? Я! Дайте мне конфеты! Бегом! Спасибо, что дарите детям свое внимание. Оп! Беги. А, ну, на Вику уже собирают документы другие усыновители. И ведь о ней хотели поговорить. И давно собирают? Уже месяц. Возьмите другого ребенка. Другого? Ну, мне именно Вика понравилась. Не знаю, смогу ли я другого взять. Ну, ничего. Все может быть. Все возможно. Вдруг усыновители передумают или откажутся. Вы собираете пока документы. Да. И вам обязательно надо ШПР пройти. ШПР? Школу приемных родителей. Без нее вам не то что усыновить. Даже в опеку ребенку никто не даст. И сколько по времени нужно посещать эту школу? Недели две? Ну что, месяца два-три. Ой, как долго. За это время точно веку заберут. Ну, иначе никак. Диан, никак. Понимаешь, никак. Я совершенно не знала про эту школу. Ее заберут. А эта девочка, я чувствую, что очень нужна ей. Прости, опять этот следователь. Я тебе перезвоню. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Викторович. У вас опять ко мне какие-то вопросы? Да. Ну, то есть, нет никаких вопросов. Я звонил вам, вы не отвечали. Но хотел узнать, все ли у вас в порядке. Нет, у меня не все в порядке. Может, я чем-то могу помочь? Нет, не можете. Я понимаю, что следствие еще не закрыто, и у вас свои задачи. Но я потеряла ребенка. Я потеряла мужа. Это трагическая случайность, такое бывает. Но я хотела бы начать новую жизнь. И самое лучшее, чем вы можете мне помочь, это поменьше напоминать мне об этом. Хорошо, я понял, Анна Александровна. Что? Простите. Ну, просто после всего, что случилось, чувствую какую-то ответственность за вас. Давайте я… Спасибо. Это излишне. Хорошо. И еще раз прошу прощения, тревожить вас больше не буду, но… Потревожу только, если будут какие-то существенные обстоятельства. Была бы благодарна. До свидания. До свидания. Что я несу? Какие особые обстоятельства. Привет. Привет. Что за сюрприз? Что такое срочное, ты мне хотела сказать? Я просто не знаю, как бы ты жила, если бы не твоя подруга Диана. Я тебя поздравляю. Ты теперь официально прошла школу приемных родителей. На, держи, он еще тепленький. Ты с ума сошла? Это ведь незаконно. И директор детдома знает, что я… Законно, незаконно. Мало ли, что она знает. Она знает, что ты пожертвовала вещи и мебель детдому. И ей тоже нужно будет заплатить, и она с радостью отдаст тебе ребенка. Да хоть завтра. Документы у тебя все в порядке. Ты не судима, не наркоманка. Ты уверена, что так можно? Иногда можно обойти закон ради благого дела. Мы же никому не навредили. Наоборот, сделаешь счастливой жизнь сироты. Иди и смело требуй. А что это? Мне ваши деньги не нужны. Вы бы их лучше в детдом пожертвовали. Ну все, все уверены, что в детдомах дети продаются. А сами-то, сами готовы обойти любые законы. Это ваше свидетельство покупное. Эту школу невозможно пройти за два дня. Я так раньше никогда не делала. Но что я могу сделать, что? Я не знала, как по-другому. Анна Александровна, я знаю вашу ситуацию. Ваша подруга рассказывала, когда вы вещи привозили. Поверьте, я вам искренне сочувствую. Но взять чужого ребенка – это серьезный шаг. Я готова к этому шагу. У меня все документы есть. Да, документы есть, но я ничем не могу вам помочь. Вику уже удочерили другие родители. Уже? Уже? Уже. Хотите, можете взять другого ребенка. Нет, я не готова. Я именно ее почувствовала, своей родной. Вот когда будете готовы, тогда и приходите. Прошу вас. А вы меня к себе возьмите. Или вам нужны только правильные, хорошие девочки, как Вика. Меня Галь зовут. Я тоже могу быть хорошей. А еще я умею готовить и постель сама убираю. Что? Ты все неправильно поняла. Я не могу никого взять. И не собиралась. Просто решила навестить детей, привезти гости. Летя, я слышала, как вы у директора Вику просили. Ты что, подслушивала под дверью? Я не подслушивала, я слышала. Значит, не такая уж и хорошая, как кажетесь. Вы думаете, нам ваши игрушки нужны? Игрушек и конфеты у нас и без вас по горло. Постоянно все привозят. Просто всем нужны правильные дети. А меня никто не хочет. И вы такая же. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Не переживай, малышка. У тебя все будет хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Наталья Игоревна, я решила удочерить ту девочку Галю. Галю? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Галя сложный ребенок, у нее характер неуравновешенный, она может накричать, нахамить, нет. Но это я уже знаю. А вы знаете, что ее уже удочеряли? А потом вернули назад, у нее мать-алкоголичка умерла, а отец неизвестно кто. Наверное, ей очень плохо. И поэтому она такая… колючая. Да. Именно поэтому ей как никому нужна чья-то любовь. Я попробую. Да вы что? Что значит попробую? Дети, вам не пироженки. Нравится, не нравится. Это решение принимается один раз и на всю жизнь. Это такая ответственность. Я хочу. Вы вообще понимаете, на что вы идете? Галя может соврать. Она может украсть. Украсть? Да, украсть. По мелочи, правда. Но на днях она украла у девочки игрушку. И даже не призналась в этом. Хотя все, все видели, что это сделала она. Я понимаю, это, конечно, не красит наш детдом. Но детей много. Невозможно найти ключик каждому. Я все-таки хочу взять Галю. Мне ее жалко. Хорошо. Вы оформите для начала опекунство и учтите, ребенка вам дают на испытательный срок. Куда бежишь? Ребят, я не виноват. Да мы тебя и не обвиняем. Просто наш хозяин хотел честной сделки. Теперь у него времени нет. Сколько уже прошло? Сергей умер. Сделка сорвалась в форс-мажор. Послушай, мажор, мы и так дали достаточно времени. Похороны, следствие. Это вообще не наши проблемы. Так, да, я знаю, что не ваши. Хорошо, я найду покупателей, да? Нет, ты покупателя, конечно, нового ищи. Только шеф сказал, нет денег вернуть ко мне. Хорошо, верну. Завтра вернуть, да? Если бы нужно было завтра, мы пришли завтра. А когда? Сейчас. Сейчас? Сейчас у меня нет ко мне. Значит, мы сейчас с тобой пойдем туда, где они есть. Ребят, ко мне, ко мне. У вас брал Сергей. Я тут при чем? Слушай, ты к нему хочешь отправиться? Наверное, ты нас неправильно понял, Олег. Еще раз. Или камни, или деньги. Вся сумма двести миллионов. Или тебя не просто нигде не найдут, тебя даже искать не станут. Хорошо. Буду искать. Вот и ищи. Иначе придется все продать. И тебе, и жене покойного. И машину твоей антикварной, и квартиры. И почки. Иди давай, открывай свою лавочку. Проходи. Мама! Мама, познакомься. Это Галя. Теперь моя дочка. Анечка, ты меня даже не предупредила. Галя, теперь ваша внучка. Пожалуйста. Галя, тебе, наверное, нравится бабушкина квартира? Здесь очень много интересного. Да, только все старое какое-то. Не старое, а старинное. Многие вещи достались бабушке от ее прабабушки. От прабабушки-бабушки? Ого! Это для меня бы она была, как кто? Пра-пра-пра-пра-бабушка, что ли? Принесу вторую. Мама, а у бабушки что, совсем нет денег новые вещи купить? Аня, можно тебя на минутку? Помоги мне. Аня, вместо того, чтобы просто сказать, не крутись за столом, ты спрашиваешь у нее, нравится ли ей моя квартира. Но я ведь не могу с первого дня делать замечания. Она пока не привыкла. Аня, нельзя было брать такого большого ребенка. Ну, максимум, пяти лет. Правильно говорят, что только до пяти лет можно воспитать. А после пяти перевоспитывают. А Гале уже семь лет, почти восемь. Ну что ж, значит перевоспитаем. Мы даже не знаем, какие у нее гены. Сразу видно, не лучшие. Ты видела, как она ведет себя за столом? Мам, ну как ребенок ведет себя за столом, совершенно не зависит от генов. Ты меня будешь учить? Я педагог, я знаю. А вдруг у нее родители алкоголики? Или, не дай бог, наркоманы? И это обязательно проявится. Мам, успокойся. Галя просто ребенок, такой же, как и все. Ну вот, началось. Ушиблась. Ничего не болит? Нет. Я просто хотела попробовать на нем покачаться, но он такой старый. Разве можно качаться на стуле? Ему пятьдесят лет, почти как мне. Ну, тогда понятно, почему он сломался. Их давно уже пора поменять. Давайте, давайте и меня поменяем, вместе со стулом. Мам, ну не переживай ты так за этот стул. Ну, сломался, отремонтируем. Я не о стуле переживаю. Я переживаю, как бы у нас вообще здесь все не сломалось. Вот это фиолетовое твое полотенце. А это чьи? Это бабушкино. А вот это мое. Зачем вам тогда эти полотенца? Это общее для рук, а вон то, синенькое для ног. Ого, как у вас их много. Раньше это была моя комната. А теперь здесь плю я. Угу. Завтра мы достанем мои старые игрушки. Я буду хорошей дочкой. Я его у Вики украла, потому что он мой. Ты его мне несла, но ты ошиблась. Я это знала. Ты моя мама, а Вика нам не нужна. Спи. Доброе утро. Доброе утро. Сомнительное утверждение. Мам, где все столовое серебро? На антресолях. Я оставила простые приборы. Этого достаточно. Откуда эти предрассудки? Ты же вроде взрослая, умная женщина, образованная. Ты думаешь, Галя стащит все твои ложки и вилки? Аня, я с утра ездила в детский дом и все про нее узнала. Интересно. И что же ты узнала? Не притворяйся. Ане нельзя было брать такого ребенка. Какого ребенка? Ты знаешь ее? Всего день. Мне все про нее рассказали. И про мать алкоголичку, и про отца неизвестного. Что у нее плохой характер, что она непослушная, что она грубит взрослым. Анна! Она ворует! Ну, украла-то она что? Не деньги же. Конфеты, игрушки. Она ведь ребенок. Ты считаешь, что если не деньги, то это не воровство. Так, мам, давай не будем паниковать раньше времени. Да, у Гали непростой характер, но и детство у нее непростое, пойми. Мамулечка, ну, прости, что я не посоветовалась с тобой, но я просто не могла пройти мимо нее. Ну, не могла. Она еще спит? Вчера долго уснуть не могла. Все-таки новое место, новые переживания. Надо ее поддержать. Мамочка, я уверена, ты полюбишь свою внучку. Хотелось бы верить. Доброе утро! Доброе солнышко. Доброе утро! Ира. Я с детства помню эти часы. Они ни разу не ломались. Мам, все когда-нибудь ломается. Я позвоню Олегу, он найдет хорошего часовщика. Я просто хотела посмотреть, как там она в своем домике живет. Она не выходила. И ты решила приманить кукушку семечками. Ну да, мы так в детдоме делали. Деточка, да будет тебе известно, что кукушки живут в лесу и семечками не питаются. А любят жучков, паучков, червячков. А тараканов они тоже едят? Тараканов у нас нет. И жучков с червячками тоже нет. А семечки у тебя откуда? А, в кармане куртки были. Мы в детдоме голубей кормили. Жалко, что у нас собачки или кошечки нету. Я бы с ними сейчас поиграла. А в детдоме нельзя. Нормы санитарные. Ну, хоть где-то это есть. А может, заведем маленькую кошечку, я с ней играть буду. Живую, не такую, как эта кукушка. Кошечки – это шерсть и грязь в доме. Бабушка, ты чего? Кошка – это радость. Анечка, пожалуйста, объясни Галле, что хватит с нас питомцев. Странно, очень странно. Вроде ничья не пропала, как-то все перевернутое. У них что, развлечение такое? Завязают и ничего не берут. Зараза. Тебя это не удивляет? Удивляет, удивляет. Меня тоже. И, главное, как вовремя. Только мы решили дело закрыть. Раз и новые обстоятельства. На что намекаешь? Да я не намекаю, но факты налицо. Еще скажи, что это я влез в магазин. Зачем же? Мог попросить кого-нибудь? Смирнов, слушай, хватит трепать языком. Здесь произошло убийство при невыясненных обстоятельствах. Потом кто-то влезает, что-то ищут. Я думаю, может, улики. А почему ничего не взяли? Агата Георгиевна. Да-да. Вы уверены, что ничего не пропало? Не, вы меня просто обижаете. Я тут каждый медальон. Не надо ничего трогать. Картину преступления испортите. Хорошо. Ну, так что здесь все-таки произошло? Что-нибудь прояснилось? Скажите, Анна Александровна, вы через эту дверь вошли? Да. Открыли вы? Да. Как только Агата Георгиевна мне позвонила, я тут же приехала. Ну, тогда я предположу, что злоумышленник или злоумышленники вошли через дверь с черного хода. Либо у них был ключ, либо кто-то им сказал код. Я правильно понимаю? Значит, следствие все-таки продолжается? Правильно понимаете, Анна Александровна. Но я сделала все возможное, чтоб больше вас не тревожить по пустякам. Галя, тебе понравилась классика? Понравилась. Ты хочешь научиться играть на пианино? Очень хочу. А можно? Да, давай, садись. Хорошо. Сейчас. Это нота до. С нее все начинается. Галя, Галя, это не барабан. Это нота ре. Ре! Это нота ми. Много еще? Семь октав. В каждой октаве по семь нот. Ой, пока выучишься, старишься. Надо учить, иначе ничего не получится. А вот знаешь, получится. Я вчера даже сочинила свою собственную песню. Без нот. Ну-ка давай. Давай. Я не боюсь. Я тебя ойю. От тебя уйду. Куда. Где поля и коды. Туда, где есть собаки. Киты, лала. Достаточно, Галя. Это не музыка. А вот еще и музыка. У нас в детдоме есть своя рок-группа. Но я, к сожалению, туда по возрасту не подошла. Это очень хорошо. Давай заниматься математикой, потому что у тебя осенью в школу. Легкотня! Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел заяц погулять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. За уши его повесить! Галя, откуда у тебя такие слова? Как ваше занятие музыкой? Галя хвасталась, вы уже три ноты выучили. Анечка, я не хочу тебя огорчать, но у твоей приемной дочери совершенно нет слуха. Ну, слух можно и развить. И потом, не всем же становиться музыкантами. Как и писателями, учеными и просто начитанными людьми. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Я сгущаю краски. Галя совершенно ничем не интересуется. Математика ей неинтересна, русский скушен. А сказки она вообще слушать не хочет, потому что они ей кажутся несерьезными. Ну, а что ты удивляешься? Она не на сказках росла. Попробуй что-нибудь еще. Я попробую. Я попробую. Это твоя дочь. Вот и попробуй ее воспитывать. Вместо того, чтобы пропадать целыми днями где-то. Хорошо. Кто тут залез в магазин к Сергею? В магазин? Зачем? Мам, я не знаю. Ничего не взяли, но следователь снова все обыскивает и изучает. А мы с Агатой Георгиевной и Дианой помогаем. И ревизию, и порядок там надо навести. Все же перевернули. Странно. Субтитры сделал DimaTorzok Галя так старается понравиться. Даже страшно домой возвращаться. Мне кажется, она скоро мамина квартиру в руины превратит. Все хочет делать сама. Вчера сама посуду помыла. Ну, в чем ужас-то? Разбила две тарелки. Одну мамину любимую. Бедная Полина Евгеньевна. У нее уж каждая тарелка с историей. Да уж. Не ценит девочкой историю. А еще бабушку жизнь учит. Вчера пыталась убедить ее, что посуда бьется к счастью. И что, там поверила? Сделала вид. Но попросила больше ничего не разбивать. Не хочет старушка счастья. Старушка? Ничего себе. Ты раньше так о маме не говорила. Ну, а как по-другому. Когда только и слышишь. Этот стул такой же старый, как я. Не трогайте эту вазу. Она ровесница моей юности. Столько всего пережила. Да. Весело у вас. Да уж. Обхохочешься. Ну, что ты. Сама-то как? Тебе легче стало? Не знаю. Как будто это все какая-то не моя жизнь. Да ладно тебе. Пойдем. О! Привет. Я Эльза. Я живу в серванте. Что там еще? Я нечаянно. Я ее склею. Деточка. Не надо вытирать пыль, когда тебя об этом не просили. Не надо трогать что-то, когда тебе это не поручали. Ну, просто пыль так быстро садится. Ее нужно все время вытирать. До тебя. Она никогда не садилась. И не будет садиться, если ты не будешь ее поднимать. И, пожалуйста, дай мне побыть в тишине. У меня голова раскалывается. Ну, займись. Займись чем-нибудь полезным. Вот порисуй. О, привет, мам. А я стираю. Давай. Займись. Почему на полу мое полотенце? Ну, перепутал ребенок. Она еще не привыкла. Нет. Это она специально на пол мое полотенце. Ей просто не нравится, что я с ней строга. Мама, она ребенок. Она до такого не додумалась бы. Это случайность. Не слишком много случайностей. Была бы родной. А эту даже отругать нельзя. Чужой ребенок. Пальцем не тронь. Мамуль, со мной маленькой ты такой не была. Ты тоже такой не была. А это просто хулиган в юбке. Ну, почему этот дед опять здесь сидел? Кошку на место. Бабушка меня не любит, да? Я не специально. Ты мне веришь? Она просто расстраивается. Ты сожгла кастрюльку. Разбила ее любимую статуэтку. Сломала часы. Ну, я же мне нарочно. Давай ты больше бабушкина ничего трогать не будешь. И помогать по дому без спроса тоже не надо. Ну, а что тогда делать? Играть. Учиться. А давай попросим бабушку завести хотя бы малюсенького-малюсенького котенка. Я с ним играть буду. Играть-то ты с ним будешь. А вот кто за ним ухаживать будет, котенок, даже малюсенький-прималюсенький, очень быстро превратится в большого кота. Или кошку. Я думаю, только в детдоме животных нельзя. А дома животных можно. А здесь тоже ничего нельзя. Потом, когда мы переедем в другой дом, и ты немножко подрастешь, мы обязательно заведем котенка. Это когда мы от бабушки уедем? Скорей бы. Хорошо, приезжайте завтра. До свидания. Опять следователь? Опять. Беспокоится, все ли в порядке. Такое ощущение, что просто повод ищет. Ну, он явно к тебе неравнодушен. А что, он тебе совсем не нравится? Даже не думаю об этом. Я не знаю, что делать с Галей. А что, ты же говорила, что у вас все налаживается, что она очень любит помогать вам по хозяйству. Угу. А чрезмерного старания понравится. А что в этом плохого, Ань? Она же женщина. Ой, Диана, у меня сейчас не до шуток. Читать ей скучно. Если играть, то обязательно носиться по всему дому. Беспардонная, везде лезет, все хватает, ломает. Никаких границ. И с мамой у нее проблемы. Ну, хочешь, мы с Олегом сами сейчас магазином займемся, а ты сможешь больше времени уделять девочке. Да ты не понимаешь, я готова в три смены работать. Только бы дома поменьше бывать. Не могу с собой справиться. Раздражаюсь на нее по мелочам. А показывать нельзя, сдерживаюсь. Ой, я так от нее устала. Ну, просто прошло мало времени. Ты привыкнешь. А если нет? Может, это от того, что чужой ребенок? А если бы свой был, то я бы себя так не чувствовала. Ой. И со своими устаю. Перестань. Не умеешь играть. Ты его только расстраиваешь. Я в ванную. Дай. Сама дай. Привет. Меня Гайя зовут. Давайте дружить. Давай. А хотите, в шмурки поиграем? Подождите, я сейчас. Гайя, это мое. Поймаешь? Я тут, я тут. Не поймаешь, не поймаешь. Не поймаешь. Вот. Все, я тебя поймал. Теперь ты будешь с Журой. Нет. Давайте прятать. Я ищу. Хорошо. Хорошо. Давайте. Один, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Аня, ты не видела мой шарф? Я его из Праги привезла. Шелковый, он здесь висел? Нет. Твоя дочь ушла сегодня без спроса на улицу. И у меня сейчас шарф. Мам, ну зачем мне твой шарф? Это надо у нее спросить. Галя. Галя, Галя, иди сюда. Галечка, скажи, пожалуйста. Да только честно. Это ты взяла бабушкин шарф? Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь Галя живет? Здесь. Вот, она во дворе забыла. Ну вот, а мы его как раз ищем. Спасибо девочке большое. Спасибо, девочки. До свидания. До свидания. Ну вот и твой шарф. Значит, ты специально взяла его на улицу и просто потеряла. Мам, Галя этого не делала. Она просто забыла шарф во дворе. Да, Галя? Ну хорошо, пусть будет так. Но я не намерена больше сидеть с этим ребенком, который всегда нагло обманывает. И, пожалуйста, найди возможность брать ее с собой на работу. Мам, ну ты же знаешь. Я тоже с тобой не хочу сидеть. Я с мамой хочу на работу ездить. Ты злая и жадная. Ты все время за мной следишь. Ложки все время свои пересчитываешь. И от меня все прячешь. Ты думаешь, я не видела? Еще доказательства нужны? Ты кого-то ждешь? Черт, у нас в исчисле. Деволт, они, надо бежать. Они ждут, пока мы ко мне найдем. А где их искать? В военной квартире их нет. А как же Аня? Аня, пусть магазин продают и уезжает. Но она не хочет его продавать. Сергей столько сил в него вложил. Она магазин в прибыльный все выповодила за счет перепродажи краденого. Бежать надо, бежать. Черт. Так здорово, что мы теперь сюда будем вместе ходить. Здесь так интересно. Только, пожалуйста, пыль не протирай, кукушек семечками не корми и скатерть не стирай. А тут и кукушка есть. Так, 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 даже не вздумай. А я и не думала. Да, я же понимаю. Добрый день. Вас что-то конкретно интересует? Осторожнее, она фарфоровая. А что значит фарфоровая? Почти стеклянная, очень хрупкая. Стеклянная? Да, давным-давно, 200 лет тому назад, в 19 веке, все куклы были фарфоровые. Поэтому, если ты ее разобьешь, будет очень обидно. Понятно. А значит, она старинная. Можно я ее себе домой заберу? Малышка, спроси у мамы, пожалуйста. Хорошо. Что это у тебя? Кукла фарфоровая. Дай посмотреть. Нет, разобьешь еще. Она старинная. Да не нужна она твоя кукла. Старь ее какое-то. Тебе мама что, нормальную купить не может? Зато у моей куколки есть, вот в такой сумочке, очень красивые камушки. Вот, посмотри. Карина, смотри, как у нас в заколках. Да. Так у нас красивее. Так, ну что у нас там с мотоциклом с Кузнечного? Опять она. Андрей, ты меня пугаешь. Надо срочно найти другую для противодействия. Не нужна мне никакая другая. Отстань. Поверь опытному товарищу. Все они одинаковые. Товарищ, вас кроме бабушки вашей кто-нибудь целовал? Чего? Какой бабушке? Добрый день. Здравствуйте. А вот и бабушка. Вы по антикварному делу? Здравствуйте. Присаживайтесь. Благодарю. Андрей Викторович, вы меня просили, если я что-нибудь вспомнила. Вспомнила. Так, вспомнили. Значит, что-то все-таки пропало из магазина в день смерти Савельева. Перед смертью Сергея к нам шкатулку старинную принесли на реализацию. Конечно, мне ничего особенного, вы знаете. И? Миша, я ее не видела. Так, а скажите, кто принес? Какая-то женщина, но я ее тоже не видела. Олег Алексеевич ее принимал. Знаете, такая, значит, она старинная, резная. Как сдать? Придется снова посетить антиквар. Галя, ты еще долго будешь руки мыть? Все остывает. Откуда у тебя эти заколки? Мы такие не покупали. Бабушка? Нет. А, я их у девочек в дворе на камушки выменяла. На какие такие камушки? Из сумочки. Из какой сумочки? Не из твоей бабуль, из куклиной. Их там много было. Да я не отрицаю, как эта женщина принесла шкатулку на реализацию. Ну, что рука там особенного? Все приносят, что-то уносят. Это же антикварный магазин. Если шкатулка исчезла, может, она какая-то особенная. А может быть, из-за нее тогда вылезли в магазин? Агатя Георгиевна стала скучно после увольнения. Решила в детективы поиграть. Вы можете описать эту женщину? Нет, я ее не помню. Ну, она обыкновенная. Обычная, лет сорок-сорок пять. Ага. Ну, а волосы? Волосы, наверное, были. Можешь помолчать? Умник. Цвет волос не помните? Крашеные. Крашеные. А глаза? Не помню. То есть, помочь нам составить фоторобот тоже не сможете? Ага. Простите, нет, не смогу. И говорите, что квитанция приемки шкатулки на реализацию тоже куда-то исчезла? Странное дело. И что, эта женщина больше не приходила за своей шкатулкой? Я не знаю. Может, она и приходила. Может, даже в тот же день и забрала шкатулку. Поэтому Сергей выкинул квитанцию за ненадобностью. Пока Агата Георгиевна обедала. Пока я обедала, Сергей Дмитриевич умер. И если эта женщина за своей шкатулкой приходила в это же время, то это значит, она убийца. Это значит, что у вас разыгралось воображение. Доброе утро. А что случилось? К нам снова залезли? Доброе утро, Анна Александровна. Нет, 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 нет. Я хотел вас предупредить, но, как всегда, у вас был отключен телефон. Наша полиция просто во всем ищет криминала, а Агата Георгиевна ей помогает. Аля, ну что, на этот раз никакого криминала. Просто ищем шкатулку. Какую шкатулку? Хотите, я помогу вам ее найти. Галя, может быть, ты посидишь пока в кабинете, порисуешь, не мешая взрослым? Ну, мамочка, пожалуйста. Я помогу, я люблю искать. Ну, правда. Почему? Пусть поможет. Получайте задание сыщик... Галя. Галя. Тогда позывной будет «Галчонок». Идет? Да. Отлично. Ищем шкатулку. Деревянную, старинную, резную. Ну, что, все ясно? Поняла. Поняла? Так что старим тогда? Выполнять. Слушаюсь. Бегом. Молодец. Как вы легко с ней обращаетесь. Анечка, а кто вот эта дивная девочка? Это моя дочка. Приемная. Я ее совсем недавно из детдома взяла. Из детдома. Вы молодец. Агата Георгиевна, можно вас на минутку? Вы мне все объясните. Да, конечно, я все объясню. Я нашла! Вот, нашла, нашла! Вот ты-то молодец. Оперативно. Да не, ну это не так. Эта дубовая шкатулка у нас уже почти год на реализацию. Ну, я же нашла. Ты нашла. Нашла, нашла, нашла. Вот что. Пожалуй, назначу тебя своим помощником. Помощником детектива? Бери выше. Помощником следователя. А как же я? А, я. Ну что, поехали. Все равно ничего не нашли. Ладно. А вы к нам еще приедете? Конечно. Нам же надо вам помочь замок поменять. Так, обязательно приедем. Если это поможет как-то следствию. Да? Для этого мы обязательно что-нибудь потеряем. Ладно. Тем более я же назначил тебя своим помощником. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Мам, а дядя Жуков тебе тоже нравится? Вот бы нам такому папу. Спи давай. Он такой хороший. Я вот всегда знаю. Хороший кто-то или нет. Вот Олег нехороший. И Диана твоя нехорошая. Это почему? Потому что они хитрые и притворяются. Маленькое еще-то. Чтобы в людях разбираться. А ты лучше все. Спи уже, Шерлок Холмс. А я тебя сейчас. Посадка. Готовы? Какой код будем приедать? А можно я, пожалуйста? Можно я, пожалуйста? Почему нет? Давай. Давай. Ну? Я все слышу. Ну что? Я сейчас подумаю и скажу. Давай. Так. Ну, хорошо. Вот что я думаю. Шкатулку хоть и не нашли, но какая-никакая зацепка. Дальше. Квитанция. А приемки пропало? Женщины-то тоже. Один раз появилась, и больше ее никто не видел. Потом, ну, почему пропала именно эта шкатулка? Если это улика, то улика чего? А? А, дядя Жуков, а я тоже знаю, что такое улика. Теперь этой уликой буду я. Я буду прятаться. А ты меня будешь искать? Непременно. Иди. Неправо. А теперь так. Если предположить, что смерть Савельева была насильственной, что спровоцировало его сердечный приступ? А? Ну, в виде бреда, в шкатулке мог быть яд? Да не, так только в старых детективах бывает, в наше время проще киллера нанять. Да и откуда взять человеку простому такой яд? Я не знаю, ты задал вопрос-то и решай. Давай пошуруй там в интернете, посмотри. Ну какой препарат мог спровоцировать сердечный приступ? Понял? Хорошо. А ты чего, в прятки будешь играть? Какие у меня варианты? Пойду вон маленькую улику искать. Уважаемая картина, вы не видели нашу улику? Какую такую улику? Ах, эту наглую, лохматую девчонку. Что вы, что вы, картина, у нас совсем другая улика, у нас хорошая, ее зовут Галя, позывной Галчонок. Нет, я не видела. Знаете что, интересно, спросите лучше у витрины. Нет, у меня, нет у меня никого. Не открывать мои ящики. Не надо. Я простужусь. Вот что. Спросите лучше у сундука. Не надо тут искать. Никого здесь нету. Уважаемый сундук, мне кажется, я был бы не против посмотреть у вас. Нет, не надо стучать. У меня обеденный перерыв. Я закрыт. Закрыт. Вы кофе будете? Да, да, да. Будем кофе, будем. Ура! А тебе сок. Тогда и мне тоже сок. Хорошо. Хорошо. Вам, наверное, пора идти. Галя вас отвлекает? Да нет, наоборот. Я сегодня свободен. Хотел вас пригласить обеих в кино. В кино? Да, ура! Тихо. Ой, Галя! Да тихо. Внимание, внимание, держи. Новое фруктовое. В море пыталась залить мои документы. Так, слушай. Мы победили. Да. Ну, что скажете? Я не смогу. Очень много работы и магазин оставить не на кого. А я смогу. У меня нет работы. Аня, ну как ты могла отпустить девочку с незнакомым мужчиной? Мам, ну почему с незнакомым? Это наш следователь. Следователь? Ты что, передачи про полицейских не смотрела? Мам, он хороший, а в новостях все что угодно скажут ради сенсации. А почему их так долго нет? О! Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наконец-то вы уже поздоровались. Смотрите, мама, бабушка, там такой классный мультфильм был и лимонад с попкорном. Ну, вообще-то не лучший выбор. Кормить ребенка попкорном. Вот, пироги домашние я напекла. Бабушка, ты ничего не понимаешь. Попкорн – это такие кукурузные зерна. Они такие воздушные и очень сладкие и очень полезные. Кстати, дядя Андрей, знакомьтесь, это наша бабушка. Она умеет играть на пианино. Еще у нее есть коллекция макраме и фарфоровых кошек. Вот такая вот у нас бабушка, только она их никому не показывает. Ладно. Ну вот, это мы ей купили кружку корову. Ну, вообще, мы с твоей бабушкой уже знакомы. Какую корову? Вот, бабушка, это тебе, корова. Так, а маме у нас замечательный олень. Он самый красивый. Здорово. Мне кошечка, а дяде Андрею бульдог. Так, красивые вам нравятся? Вот, теперь мы все из них будем пить чай. Это авторская работа. Сколько мы вам должны? Да нет, ну что, какая авторская работа? Это обыкновенный дешевый шерпатре. Просто Галя упросила меня для вас их купить. Галя, у нас много красивых чашек. Бабушка, ну, твои кружки очень тонкие. Все время падают и разбиваются. А эти, видишь, какие толстые? С первого раза мне разобьются. Мы будем ужинать. И дядя Андрей, садись, садись, садись. А может быть, дяде Андрею некогда? Бабушка, тебе обязательно нужно посмотреть этот мультфильм. Там злая колдунья за одну ночь стала доброй феей. Знаете, я, пожалуй, все-таки пойду. Нет уж, теперь останьтесь. Будем ужинать. Да. Ну, что же, Алина Евгеньевна, Анна Александровна, благодарю за приглашение. Ну, вообще-то, за столом не принято лаять. А это не я. Это бульдог. Так, замечательно. Общаетесь с детьми. У вас есть опыт. У вас есть семья и дети? Некоторым, чтобы полюбить детей, достаточно разочароваться, возраст. А вашу гавкующую кружку вы оставите здесь? Она не будет пугать нашу бабушку? Мама, ты что? Их теперь нельзя разлучать. Ням-ням. Я надеюсь, когда я буду пить чай, мне не надо будет мычать. Чего я только про эти яды не узнал? А это что у нас за коллекция ядов? Это родители передали. По ядам пока ноль. Все не годится, все можно обнаружить в крови. Разве что карбиламинхолин… Нет-нет, на меня не смотри, я это ради вас не выговорю. Карбиламинхолинхлорид. Кошмар. Вот он по действию подходит. И в крови следов не оставляет. А симптомы как при инфаркте. Разработан, кстати, в лаборатории Майроновского. Еще при Сталине. На политзаключенных испытывали. Так, а что эксперты говорят? Эксперты послали меня. Сказали, чтоб не выдумывал. Такой яд не найти. А вот ботулотоксин, токсин ботулизма – самый страшный яд. Чаще всего, кстати, в маринованных грибах содержится. Ты чего? Ничего. Чего-то расхотелось. Галинь, держи дверь открытой. Хорошо. Кажется, не только Галя ждет Жукова. Не Жукова, а Агату Георгиевну. Ну да. Я договорилась с ней, что она вернется в магазин работать. Стала бы ты так из-за нее дергаться. Ну да. Кажется, жду. А что это ты? Влюбилась, что ли? Ой, Дианя, не знаю. Просто мне казалось, что я не справлюсь с Галей. Все было как-то не так. А с его появлением все стало просто и легко. И? Ничего. Просто все стали как-то счастливее. А он? Ну что он? Он, когда с Галей, так это у него хорошо получается. Я вот, например, не умею так шутить, играть. А он, представляешь, чай пьют. А у него вдруг кружка залает. Ну хорошо. А к тебе-то он как относится? Кружка у него лает. Для этого образования не нужно. Я тебя про другое спрашиваю. Да нет ничего другого. Просто общается со мной, как с мамой Галей. Ну как-то мне с трудом верится, что мужикам чужие дети нужны. Это он не просто так. Это он к тебе ключик подбирает. Идет. Да, алло. Шеф, у меня такое ощущение, что у этого мента вообще работы нет. Да он от них ни на шаг не отходит. Все время рядом трется. Да я понимаю, что мы из-за этого козла время теряем. Но… Я понял. Твою мать! Отпускаем! Отпускаем! Да, помогали, да, помогали! Смотрю, Смирнов тебя по-прежнему подкармливает. Ну да, а жены-то нет. Вкусно? Очень. Зачем пришла? В Америку улетаю. Это хорошая новость. Надолго? Ну, соскучиться успеешь. Деньги нужны. А, ну это менее приятная новость, но ожидаемая. Ну и что, долго ты так из меня тянуть будешь? Просто вроде мы с тобой давно уже не живем. А, кстати, забыл сказать. Я подал заявление на развод. Ого. Да. Мне работать надо. Из чего это ты вдруг так взял и подал заявление на развод? Не знаю. Хочу начать новую жизнь. Без тебя, без твоих внезапных появлений. Я не понимаю. Ты меня что, плохо слышишь, а? Я же тебе говорю, что я улетаю в Америку, подала на визу. Если я буду в разводе, мне просто визу не откроют. Давай погоди, я прилечу, подумаем, нужно нам разводиться, не нужно. Ларис, я развожусь. Покинь помещение. Это мы еще посмотрим, дадут тебе развод или нет. Угу. Какие люди? Не могу сказать, что рада встрече, но за грибочки. Спасибо. Это я дядя Жукова делаю. Симпатичная. Что там еще? Я не хотела. Она просто мешала. Из этой супницы ела моя бабушка. Для вас что, какая-то супница важнее меня? Это память. Понимаешь ты или нет, лучше бы ты разбила свою дурацкую китайскую кружку за три рубля. Мам, это память о моих родных. Родных? А я что, не родная? Дядя Жук меня в тысячу раз больше любит. Для вас я стараюсь, а он меня просто так любит. Мама, как же мне надоели все эти твои салфеточки, чашечки, статуэточки. Как ты можешь со мной так разговаривать? Да мы погрязли в вещах. Я тебе честно скажу, я с детства мечтала разбить эту твою жуткую, неудобную, тяжелую супницу, но боялась. А твоя Галя ничего не боится и ничего не жалеет. А куда это ты вдруг собрался? Не с рулителя от нас решил, а, дружок? Теща на дачу. Теща на дачу пригласила. Ты что нас за идиотов держишь? Верни бабки или камни и вали тогда на все четыре стороны. Нет, у меня ни камни, ни денег. Я даже квартиру продать не могу. На отца записано. Слушай, не беси меня, а. У твоей вдовы магазин две хаты и дочка. Короче, слушай меня сюда, олень. Встретишься с ней и объясни, что дочку мы у нее заберем. Понял меня? И по пальцу будем отсылать ей. Не ее, эта чужая дочка приемная. Ты что, дурак? Да мне вообще наплевать, своя, чужая. Объясни, что у нас вариантов нет. Заодно и посмотрим, насколько она ей дорога. Пошел вон отсюда. Такой заряд позитива на весь день. Да давно пора было. Тем более тебе это полезно. Наконец-то узнаю свою прежнюю Аню. И заодно можно посплетничать. Как у вас с Жуковым, а? Ох, шнурок. Знаешь, мне кажется, он мне по-настоящему нравится. Ну, это, наверное, потому что ты его получше узнала. Еще и Галя. Не с твоим Жуковым. Прям не развей вода. Да, он с ней открылся. Я вижу его совсем по-другому. Никогда б не подумала, что он такой добрый, увлекающийся, остроумный. А еще какой выдумщик. Ой, Анька, завидую я тебе. Я не понимаю, как тебе так удается сразу же находить отличных мужиков? Может, он еще и жениться на тебе уже хочет? Я не знаю. Да хочет, хочет. Иначе бы он не возился с твоей дочкой точно так же, как со своей. А вот у меня с Олегом совсем все по-другому. Вот скажи, почему на одних сразу же женятся, детей заводят, семью создают, а другим вечно не везет? Может, со мной что-то не так? Да не переживай. У всех все по-разному. И твой Олег дозреет. Я не переживаю. Может, я и сама не очень семью еще хочу. А вот ты прирожденная жена. Да уж, прирожденная. Диана, я все-таки чувствую себя какой-то виноватой. Но перед мужем. Любила его, была с ним счастлива. Почему я смогла так быстро заново влюбиться? Знаешь что, ты даже не думай об этом. У тебя сейчас дочка, и для нее будет очень хорошо, если у вас будет полная семья. Поэтому ни в коем случае себя не вини, а зволь себе быть счастливой. Ну что, еще кружок? Побежали. Это мне дядя Андрей подарил. Круто! Ну ты же девочка. Ну и что? Мы с ним даже в рыцарь и в полицейских играем. А пистолет у него есть? Есть. И даже автомат. А он тебе его показывал? Показывал. Он самый лучший, самый добрый и самый хороший полицейский. И он будет моим папой. Как он будет твоим папой, если ты детдомовская? У тебя даже мамы нет. Неправда. У меня есть мама. И они поженятся. Нет у тебя мамы. И если они поженятся, то обратно тебя в детдом дадут. Потому что их свои дети родятся. А чужие никому не нужны. Вот это девочка. Ты же девочка. Зачем драться? Потерпи, потерпи. Вот. Посмотрите, Полина Евгеньевна, что ваша Галя сделала. Завели ребенка из детдома, а следить за ним не можете. Вы что, хотите, чтобы я написала на вас заявление в полицию? Не вижу повода писать заявление на ребенка. Кто не дрался в детстве? У Гали тоже царапины и синяки. Если бы она только подралась, она у них отобрала заколки. Это уже воровство. Пусть вернет немедленно. Я же вам другие камушки отдала. Вы что, забыли? Я их выменяла. Ничего ты не выменяла, а просто так забрала наши заколки. Вы врете? Стоп, стоп, стоп. Марш в комнату. Какие заколки? С цветочками, с камешками? Да. Анна Александровна, будьте с ней построже. А то вырастет преступница. Знаю я этих детдомовских. Вот ваши заколки. Надеюсь, инцидент исчерпан. И моя дочь не детдомовская. Я прошу ее так не называть. Всего хорошего. Детдомовская. Прости, но я все-таки должна тебя наказать. Сегодня ты останешься дома. Но Жуков будет меня ждать. Ничего. Подождет тебя твой Жуков. Он бы мне поверил и разобрался бы с этими девчонками. Успокойся, пожалуйста. Давай я тебе чай травяной заварю. Знаешь, я думаю, пришло время объяснить Иане, что надо все продавать и отдавать деньги. И что, ты хочешь, чтобы это я сделала? Кто еще? Я, что ли? Это твоя лучшая подруга. Вот ты объяснишь ей? Олег, она даже не была в этом замешана. Она жена Сергея. Вдова. Наследница всего. И проблем тоже. Ну, неужели нет другого выхода? Есть другой выход! Есть! Достать Сергея из могилы! Не заставьте его сказать мне камни, дура! Привет. Извини, опоздала немного. Привет. Ничего страшного. Это тебе. Кстати, это мое любимое место. Надеюсь, хорошо. Жаль, что Галчонок не станет. Да, мне пришлось ее наказать. Что случилось? Андрей, я иногда просто не могу с ней. Это ты с ней на равных общаешься, а я должна быть взрослой матерью. Ну, ладно. Прекрати. Ты должна быть просто сама собой и все. Представляешь, она подралась. Избила двух девочек. Ну, и молочага, уважают. Иногда надо уметь дать морду, ну. Андрей, ну, она же девочка. Ну, и что прекрасная девочка. Я всегда хотел иметь дочку. Думаю, научу ее драться, чтобы, если что, уметь дать… Ну. Какие же мы с тобой разные. А? Да. Вы с Галей больше похожи. Хорошо. Ну, да, мы с тобой не похожи. С Галей похожи. Что? Это ж нам не мешает. Мож любим друг другу. Неожиданная встреча, любимый муж. Раньше здесь со мной гуляла, а сейчас, прости, а кто это? Ань. Аня. Ань, слышишь, подожди. Ты все неправильно поняла. Ух. Что тебе надо, а? Ничего, я тут с собакой гуляю. А ты что, из нее расстроился? Ничего особенного, честно. Послушай, я дал тебе денег. Чего ты не уехала в свою Америку, а? Давай так, я тебе всегда помогал, верно? Даже когда ты уходила от меня, потом возвращалась, снова уходила. Ну, ты же говорила, что это в последний раз, извинялась. Слушай, ты такой злопамятный стал, а? Никак забыть не можешь. Послушай, ты… Я только сейчас понял. Ты знаешь, думал, не смогу. А теперь понял. Смогу. Потому что у меня есть настоящие любимые женщины. О. Да. И я хочу с ними разделить жизнь. С ними. Неясно. Женщины? Да. Это Аня, ее дочь. А. Я обязательно женюсь. И мы будем счастливой семьей. Жуков, ты до сих пор понять не можешь, что не женить бедело. Ну, женился ты на мне. Стал счастливее. М? Я подаю на развод. Все. Таких, как ты, по жизни буду только использовать. И не важно, кто это будет. Я, она или любая другая. Слушай, я… Да? Ох, спасибо. Да. Подожди. Ты что, даже в дом меня не пустишь? Это не твой дом. Уходи. Угу. Я хочу видеться с Галей. Нет. Ань, я развожу с женой. Мы давно уже не живем вместе и… Ну, почему все женатые мужчины говорят одно и то же? Все. Я говорю правду. Я разведусь. И мы… Нет никаких «мы». И давайте перейдем на «вы». Уходите. Если бы я знала, что вы женаты, Андрей Викторович, я бы не подпустила вас к дочери. Вы внушили ей ложные надежды. И теперь… Что теперь? Ничего не изменилось. Я как любил вас, так и люблю. Ну, что такая правильная? А? Ну, люди ошибаются. Жизнь намного сложнее, чем нам бы хотелось. Ну, постарайся понять. Нет. Уходите. Андрей Викторович. Ты куда? Туда. Я все слышала. Если ты не хочешь его вернуть, я сама его верну. Ты никуда не пойдешь. Пойду. Отпусти. Я все равно за ним убегу. Тебе что? Мамы мало. Бабушки мало. Да мы все скучны. А дядя Жуков веселый. Я люблю его и хочу, чтобы он стал моим папой. Да у твоего дяди Жукова другая семья и другая жена. И, может быть, вообще другая дочка. Ну и что? Он нас любит. Он разведется. Ух. Вообще-то на пенсии надо отдыхать. Тихо, спокойно. А я живу как на вулкане. Мама, я почему-то раньше никогда не замечала, что ты у меня такая эгоистка. И думаешь исключительно о себе. Я? О себе? Да. И даже этого не замечаешь. Я ошиблась. Ошиблась. Больше так не могу. Что такое? Что случилось? Опять Галя? И Галя, и Жуков. Галя неуправляемая. Жуков женат. Что? Женат? Откуда ты узнал? От жены. Он женат и ничего мне не сказал. Я его выгнала. И больше не хочу о нем говорить. А Галя устроила истерику. Конечно, я же. Только Жукова подавай. Ой, как жалко. И девочку жалко. Она его так полюбила. Отлично. Она его полюбила. Значит, мы с бабушкой скучные, плохие. А Жуков раз прекрасный. Тогда почему она со мной живет, а не с ним? Я не справляюсь с ней. Она хамит. Она ворует. Она дерется с девочками во дворе. А он только все время ее хвалит. Ну, конечно же, не ему с ней жить и расхлебывать проблемы. Знаешь, что я чувствую? Я ее не люблю. Я ее никогда не полюблю. Ну, это неправда. Это из греча. А? Да в том-то и дело, что правда. Меня все в ней раздражает. Как она ходит, как она двигается, как она ест, как она говорит. Ты просто устала. Чужой ребенок с ними всегда сложно. Еще этот Жуков. Чужой. Вот оно что. Точно, чужой. Она мне чужая. Я взяла в дом абсолютно чужую мне девочку. Так, сейчас мне ничего не говори. Я знаю, ты не бьешь. Но тебе просто необходимо для того, чтобы успокоиться. Ну, и к тому же, у меня к тебе тоже есть очень важный разговор. Я даже не знаю, как начать. Галя, ты зубы почистила? Как будто сейчас это важно. Какие-то зубы. Зубы надо чистить и утром, и вечером. Иначе они испортятся. А у тебя они уже испортили. Значит, ты их вообще не чистила. Что за ребенок? Вместо того, чтобы сказать спокойной ночи. Выключи свет сама. Вместо того, что у тебя уже не дается. Что за ребенок? Вместо того, что у тебя нет. Черезалуй. Улетворяйте вещество. Тихо. Я не ожидала, что он меня обманет, но все-таки следователь, серьезный человек. Я, наверное, просто живу в розовых очках. И да, это правда, ты очень доверчивая и… Доверчивая. А взяла из детдома такую хитрющую девочку. Пользуется моей доверчивостью и врет преспокойно. Слушай, может быть, она вообще притворялась, когда там за дверью в детдоме рыдала, а я ее пожалела. Нет, это вряд ли, Аня. Вряд ли. А ты знаешь, какая она прекрасная актриса? Забрала у соседских девочек заколки. Уперлась? Нет. Девочки врут, а я честная. Я их на какие-то там камешки выменяла. Какие камешки? Это не знаю я. Никогда у нее их не видела. Говорит, что нашла их в кукольной сумочке. В какой кукольной сумочке? Фарфоровую куклу помнишь? У Сергея на столе сидела. Так вот, Галя взяла эту куклу. И в сумочке у нее оказались какие-то синие камешки. Вот она их и выменяла на заколки. Аня, а может быть такое, что это девочки обманывают, а не Галя? Да, конечно. Знаешь, я так устала ее во всем оправдывать. Ну врешь ты, ну признайся честно. Я не знаю, что с этим делать. Уже не могу об этом думать. А что ты хотела сказать? Ты сказала что-то очень важное? Да. Но давай сейчас не об этом. Давай о твоих проблемах. Они важнее. Здравствуйте. Я ищу следователя Андрея Жукова. Здравствуйте. Какого Андрея Жукова? Полицейского. Он же у вас в полиции работает. У нас такой не работает. А где он точно работает? Знаешь, полицейских участков много. Много? И как же мне его теперь тогда найти? Зачем он тебе? Где твои родители? Почему ты одна ночью ходишь? Мои родители уехали за границу и попросили деду Жуку посидеть со мной. Ой, Анька что ли забыла ключи? Здравствуйте. Мы из органов опеки. Доброе утро. Нам позвонили из полиции. Сообщили, что к ним пришла девочка. Ночью одна. Галя. Я спала, она спала. Я не видела, как она ушла. Вы Анна Александровна Савельева, опекун Гали Крюкиной. Нет, это моя дочь. И где же она? Можно ее увидеть? Ее еще нет. Она ушла куда-то вечером. А что здесь происходит? Анна Александровна? Да. Если вы по жалобе соседей, то это глупость. Ребенок украл заколки, подрался, но это же еще не повод подавать заявление в полицию. Тем более, мы все вернули. Анна Александровна, я вижу, что вы еще не совсем протрезвели. Нет, мы не по заявлению с соседей. Почему ваша дочь ночью сбежала из дома и ночевала в полиции? А еще девочка говорит, что ищет какого-то дядю. Дядю Жукова. Дядю Жукова. И хочет с ним жить. Тут явно что-то не в порядке. Ну, может быть, вы спросите об этом саму девочку? Спросим. Обязательно спросим. А пока мы забираем ребенка до выяснения обстоятельств. Нет, подождите. Я вам все объясню. Объясните, когда придете в себя. Нет, подождите. Здесь какая-то ошибка. Я… Мальчик. Попробуем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Может, оно и к лучшему? Мам, почему так получилось? А я что? Я спала, я не слышала, как она ушла. Не любит она нас. Может быть, для нее найдут других родителей. Это не наша девочка. Че, ревешь? От тебя опять отказались. Никому ты не нужна. Хватит. Ничего вы не знаете. Еще как нужна. Мама за мной обязательно придет. Она самая добрая. И самая хорошая мама. Меня забрали только потому, что я сбежала, а она меня не хотела отпускать. А че тогда сбежала, если она такая добрая мама? Я сбежала, чтобы помирить их с дядей Жуклым. Это полицейский следователь. Он очень добрый, хороший и умный. Он нас любит, и маму, и меня. Но они поссорились, и я сбежала, чтобы их помирить. А вы знаете, что такое сальфеджио? Я знаю. По нему можно в книжке музыку читать. Моя бабушка и мама умеют. Сказали, что меня научат. А еще у моей мамы есть магазин «Антиквариат». Там так интересно. Там всякие вещи, игрушки исторические. Ты врешь. Ты все придумала. А вот и не придумала. Им сто лет. Там даже куклы не такие, как у нас. А фарфоровые. У меня есть одна. Ну и где твоя кукла? А ты и от меня собрался прятаться? Почему трубку не берешь? А ты с Аней говорила? Пока нет. А почему ты не говорила? Я вот родительский дом здесь продаю. Покупатель уже приходил. А ты с ней даже не говорила. Неужели не понимаешь, что мы в опасности? Погоди, пока продавать дом. Я не поговорила с Аней, потому что появились новые обстоятельства. Камни еще можно найти. Как? Они могли оказаться у приемной дочери Ани. Видимо, Сергей спрятал их в фарфоровую куклу. Помнишь, она сидела у него в кабинете? То есть, они у Ани? Нет. Галя отдала их соседским девочкам. Соседским девочкам? Драгоценные камни, которые могут потерять, обменять на что-то. Я должен ехать. Подожди, давай ты сначала успокоишься. Здесь нужно аккуратно выяснить, что это за девочки и как у них можно выманить эти камни. Ты вернулась к серебряной ложке. И я подумала, знаешь, мам, наверное, ты права. С Галей у нас ничего не получилось. Мы не сошлись характерами. И, наверное, лучше отказаться от девочки сейчас. А чем дальше, тем больнее будет сообщать ей о таком решении. Если б меня удочерили, я бы самая счастлива была. Галь, расскажи еще, как ты там жила? У тебя прям своя комната была? Да. И в комнате, и в Серванте много разных старинных вещей. Но меня там воспитывали каждый день. Особенно бабушка. Че, обидно? Ты что, даже не ругай. Если я там что-то натворю, или плохо сделаю, сразу пить печеньки, пироги печь начинали, или даже, ну, шли в магазин что-нибудь сладенькое покупать. Врешь, зачем? Чтобы устроить воспитательное чаепитие. Пьем чай и говорим, как поступать хорошо, а как плохо и нельзя. Девочки, а вы знаете, как правильно размешивать сахар в чай? Нет. Нет. Сейчас покажу. Вот так вот бабушка говорит, что вот так вот нельзя. Нужно, чтобы ложечкой по краям не стучать. Вот так вот, чтобы тихо было. Так вот не размешается. А еще бабушка, когда ест, за столом всегда мне салфетку так на колени кладет. И вилку с ножем очень красиво держит. Галька, Галька, к тебе твоя мама приехала! Мама, мамочка, я знаю, что ты вернешься за мной! Я так боялась, что ты не придешь, но я всем рассказала, какая ты хорошая, и что ты меня никогда не обижала, чтобы они меня тебе вернули. Ты зайчика своего забыла. А я его не забыла, он дома спать остался. А ты мне когда заберешь? Сегодня? Смотри, сколько я тебе гостинцев привезла. О, а может, это все девочку мы оставим? Галенька, мы не сможем сегодня поехать домой. Прости меня, пожалуйста. А когда завтра поедем? Нет, не завтра. Почему? Прости, но ничего у нас не получилось. Мы скучные для тебя. Я расстраиваюсь, бабушка сердится. Нам вместе плохо. Нет, нам хорошо. Прости, но я очень хотела стать твоей мамой. Другом могу, а мамы нет. Нет? Я буду навещать тебя, привозить тебе подарки. Не нужны мне твои подарки, и зайцы тоже мне нужны. И друг такой мне тоже не нужен. И мама такая тоже мне не нужна. Лучше бы ты меня, дядя Жукова, отдала, чем обратно в детдом. Будь приемными родителями непросто. Все дети разные, и с некоторыми очень сложно. Вы меня осуждаете? Нет, не осуждаю. Вы не первая, кто возвращает ребенка. И ведь некоторые дети и красивые, и здоровые. И все с ними хорошо, родители все равно возвращают. Почему? Да потому же, почему вы? Не каждый может почувствовать ребенка своим. Для многих он так и остается чужим. Не у всех получается. Любить. Гая, не плачь, она вернется. Взрослые просто не понимают. Она поймет. Потом. Может, тебя еще от твоих жуков забирать? Он же тебя так любит. А если тебя ему не отдадут, то ты сможешь к нему сбежать. Он же полицейский. Тебя найдут. Нарогать не будут. Гая, не плачь. А может, мама просто обиделась, а потом возьмет и заберет тебя. Да. Не ведь я сама виновата, чтобы всего натворила. Айсинь. На, твой зайчик. Держи. Я даже про это я не попросила. А если попрошу? Тогда она тебя обязательно заберет. Ведь ты же рассказывал, какая она добрая. А как ты ее найдешь? Сбегу. Так вы считаете, что Галя все-таки выдумала про эти камешки? Да бог его знает. Я Карину и Марину давно знаю. С детства. Они живут на втором этаже. Ой, так стыдно перед их мамой. Ну что вы, Полина Евгеньевна, зачем стыдиться? С детьми все время что-то происходит, на то они и дети. Вот-вот, с Галей все время что-то происходило. То-то, то еще, то-то, то еще. Я столько кормолола, за три года не выпила, как за последнее время. Вы так много про нее рассказываете, что складывается впечатление, что вы скучаете. Да, я как будто привыкла к ней. Так пусто в квартире без нее. Пусто, мама. Да ты же сама сделала все для того, чтобы мы вернули Галю обратно в детдом. Анечка, честно, я как будто скучаю. Очень жаль, что она ушла. Жаль тебе. Да ты просто перед другими свою совесть обелить хочешь. Что ты ни при чем. Что это только я во всем виновата. Аня. 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 Уйду отсюда. Куда? На прежнюю квартиру. Аня, не надо так резко. Успокойся. И ты меня осуждаешь. И ты? Да я не об этом. Я тоже считаю, что Галю не надо забирать, по крайней мере, пока. Но не нужно сейчас метаться туда-сюда и уходить от мамы. Дим, ну не могу я найти себе оправдание. Не могу. Я всегда считала себя такой хорошей, а на самом деле я ужасная, слабая, злая. Я обвиняю эту девочку, а я сама. Сама в тысячу раз хуже. Ну не получается у меня с ней, понимаешь? Я тебя прекрасно понимаю. Ну успокойся, пожалуйста. Знаешь что, в одном твой Жуков точно прав. Нужно принимать себя такими, какие мы есть. Люди иногда ошибаются. Какими? Слабыми, предателями, злыми. Да, мы иногда бываем слабыми и плохими. И иногда приходится обманывать. Даже близких и любимых нам людей. Жизнь, она вообще сложная штука. Подумай об этом. До свидания, Полина Евгеньевна. До свидания, Дианочка. Марина, давай в футбол? Давай. Привет. Привет. Вы Карина и Марина? Да. А меня зовут Диана. Тоже красивое имя, правда? Да. А вы кто? Я просто знакома одной девочке Гали. Вы недавно с ней поссорились и даже подрались. Она первая начала. Она из детдома и поэтому плохая. И у нее нет подруг. Ну, может быть, вы просто друг друга неправильно поняли? Она же не просто так забрала у вас заколки. Она отдала взамен вам камешки. Правильно? Нет, неправильно. Ничего она нам не отдала. Она сама забрала наши заколки. А как же камешки? Они у нее и точно были, я знаю. Блестящие такие. Пять штук. Она врет все. Ничего мы у нее не брали. Пошли. Тихо, тихо, тихо. Куда это вы пошли, а? Девочки, вы должны сказать, куда вы дели Галины камушки. Да я верну тебя, ну, сейчас я сдам вас в полицию. Ах ты черт. Олег, ну зачем нужно было их пугать? Я бы выманила у них камни. А сейчас придется как-то по-другому действовать. Аня, Ань, послушай, я подал заявление на развод. Вот, пожалуйста. Я даже оплатил госпошлину и... Черт, что я говорю. Ань, я хочу стать твоим мужем, папой Галей. Хочу, чтобы мы стали одной семьей. Слышишь? Куда ты собираешься? Где Галя? Полчонок! Я съезжаю от мамы. А Галя в детдоме. Где? А я? В детдоме. Можешь даже пойти удочерить ее. А у меня не получилось. Вы с ней семья, я и чужая. Подожди, как чужая? Она тебя любит? Она тебя любит. А со мной она не галчонок, а волчонок. Я не понимаю. Вы... Сюгун, вы просто поссорились, да? А из-за меня? Галя просто сбежала. Ее просто забрали в детдом. А я просто решила, что так будет лучше. Лучше оставить в детдоме? Да. И не надо меня осуждать, Андрей. Ну, ты... Думаешь, я сама себя не осуждаю? Ну, я просто больше не могу! Не могу! Ясно. Ань, ну ты... Ты ведь предала ее. Трудности испугалась, да? Ну, а что? Ты как думала? Семья, муж, ребенок. Из детдома ребенок. И не будет трудностей? И вдруг раз, а они нарисовались. И все, и мы тебе не нужны. А... А Галя тебе поверила. И я. Анечка, я... Мамочка, пожалуйста, не трогай меня! Не трогай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Вы кто? Олег Борисов разве не сообщил? Нет. Странно. Ну ладно. Твой муж Сергей Савельевич должен был передать покупателю кое-что очень-очень дорогое, но он этого не сделал. Мой муж умер. Да я в курсе, только нас это не волнует. Он взял под реализацию очень ценные камни. Сапфира Антуанна это слыхала? Нет. Теперь мы должны вернуть назад. Или камни, или деньги. Я ничего об этом не знаю, но я все верну. У него есть на счетах деньги, я вступлю в наследство и все верну. Двести миллионов. Сколько? Ты че? Одна глохла! Двести! У него никогда не было таких денег. И быть не может, вы, вы меня обманываете. Это неправда. Слушай меня сюда, курица. Ты продашь квартиру, машину, магазин, что угодно, но бабки-то этим не вернешь. Ясно? Ну, ты хорошо. И в полицию не сообщай, иначе пострадает твоя дочка. Дочка. Да? Твоя маленькая дочка. У меня нет дочки. У тебя есть дочка. Скрываешь, значит, боишься за нее. А боишься, значит, сделаешь все как надо. Они просто бандиты, которым нужны деньги. Анечка, я сама не видела эти камни, но мне про них говорили и Сергей, и Олег. Эти Сапфиры, Антуан, Этты действительно исчезли после смерти Сергея. Их, вправду говорят, что они проклятые. Да не верю я ни в какие проклятия. Проклятыми эти камни делают поступки людей. Теперь я понимаю, что Жуков был прав. Сережу действительно могли убить из-за этих камней. Только прошу тебя, умоляю, ничего не рассказывай своему следователю. Я вообще не верю в то, что полиция может чем-то помочь. Ну, как ты могла их покрывать? Ну, как? Ну, почему ты не сказала мне правду? Да, покрывала. Но Сергей запретил мне говорить об этих сделках. Он вообще всегда тебя берег от всякой грязи. И как я могу считать тебя своей подругой? Да я знала про дела Сергея и Олега. И да, я молчала. Но ведь это твой Анечка-муж заставлял меня подделывать счета и документы, чтобы ты жила хорошо и ни в чем не нуждалась. Жила в своем идеальном мире. Я вообще-то тебя тоже всю жизнь оберегала. Но я ничего не знала. И сейчас нам, и это ни в чем не повинные девочки, угрожают бандиты. В детдоме ее никто не достанет. И к тому же у нас есть возможность вернуть им эти камни. Ань, ты просто мне обязана помочь забрать их у этих девочек. Долчонок! Дядя Андрей! Привет! Присован! Ну, как дела? Нормально. Держи, те конфеты тебе и твоим друзьям-подружкам. О, радужные! Да, разноцветные. Так, отворачивайся и закрывай глаза. Обязательно? Да, обязательно. Так. Угадай, какую конфету я сейчас возьму. Зеленую. Оп! Ты видел? Так нечестно! Ты посматривал! Нет, я не посматривал. Слушай, смотри, просто в пакете больше каких? Зеленых конфет. Ну, и потерю вероятность. Я подумал, что одолжим тебе обязательно зеленую. Умный. А я бы не угадала по вероятности. Ну, я же следователь, но… Значит, ты знаешь, что я убежала из дома? Знаю. Что, к тебе убежала тоже? Тоже. Меня из этого обратно где дома собрали. Я знаю, молчонок. Молчонок, потерпи чуть-чуть, ай. Я тебя заберу. Обещаю. Молчонок, я… Я тебя удочерю. Я сбежала, чтобы помирить тебя с мамой. Она тебя простила? Я очень хочу, чтобы вы помирились. Ну, мы же сможем прожить и без мамы. Здравствуйте, девочки. Тетя Аня, мы вашей Галине ничего плохого не делали. Она первая начала. Девочки, я не собираюсь вас ругать. Я просто хочу узнать, почему вы подрались. Они дразнили ее, что она детдомовская. Мы просто играли. И камешка Галина у них тоже есть. Они сами ими хвастались. Ничего ты не знаешь и не видела. Я очень рада, что Галя нашла во дворе подружек для игры. И я понимаю, что вы поменялись, как подружки. Но мне пришлось ее наказать из-за того, что она украла у вас заколки. А я хочу ей верить, понимаете? И она хочет мне верить. Я вас очень прошу. Признайтесь, камушки у вас. Если вы отдадите мне камушки, смотрите, что я вам подарю. Здесь гораздо больше камушек. Тетя Аня, мы не хотели обманывать. Просто поссорились с Галей и сказали ей назло. Спасибо девочке, что сказали правду. Бери. Ань, спасибо тебе огромное. Теперь точно все будет хорошо. Я тебе обещаю. Прости меня, пожалуйста. Я тебя простила. И ты меня прости. Подруги? Нет. Какие мы после этого подруги? Все было не так. Не дружба это. Вы ведь понимаете, зачем я вас вызвал? Нет. Нет. Хорошо, я напомню вам, что задачу ложных показаний вы можете быть привлечены к ответственности. Нет. Я ничего ложного не говорил. Да? А почему вы тогда не сказали, что были в антикварном магазине накануне смерти Сергея Савельева? Смотрите. Это снимок с камеры ЦОД. Время видите? И число. Ну да. Тридцатый июня. Тринадцать пятьдесят. Ну да. Камера вас сфотографировала. Вы нарушили правила дорожного движения. Ну? А говорили, что видели полгода назад. Действительно, я встречался с Савельевым в тот день. Ровно за день до его смерти. Я проводил для него экспертизу сапфиров. Но я не сказал этого следствию. Боялся ваших подозрений. А чего вы боялись? Вы же говорили, что часто делали для него экспертизы. Но это другое дело. Камни очень редкие и ценные. Сапфиры. Якобы из демонтированного украшения Марии Антуанетты. Королевы Франции, которой отрубили голову. Синего цвета. Пять штук. А на сколько ценные камни? Ну, считайте. Пять штук. Каждый от тридцати до сорока миллионов. Миллионов? Да. Подождите. Это что ж получается? Больше двухсот миллионов? Десяток московских квартир в кармане. Счастливый случай. Редкостная удача. На, у поварихи его пришел. Положи. Кстати, можно через дырку в заборе. Когда все гулять будут, мальчики сказали, что помогут. На. Не были что? Нет. А как? Дорогу найдешь? Там рядом в центре площадь. Ну, а если поймают? Пусть лучше поймают. Я ей только потом скажу, мамочка, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Никогда-никогда не буду больше врать и брать чужое. А ведь зайца ты тоже украла. Зайца не считается. Так, часы. Узбечка. Номер 13-2 дробь 17. Анечка, а почему вы в последние дни сюда Галю не приводите? Если вы думаете, что она здесь мешает, то это не так. Вы знаете, она мне даже помогала. Принесет что-нибудь, покупателям что-нибудь покажет. Да. Без нее здесь как-то даже как-то скучно. Агата Георгиевна, вам не пора на обед? Нет. Пока. Анечка, я прошу прощения. А у вас что-нибудь случилось? Нет? Галю меня забрали. Обратно в детдом. Я не справилась. Глупость какая-то. Да вы не понимаете. Я сама, сама не стала забирать ее обратно. Она меня теперь уже не простит. Анечка, вы еще мало знаете о детях. Знаете, детское сердце, оно доброе, чистое, верит в хорошее. Это же мы, взрослые, что-то выдумываем там, копаемся в переживаниях, в обидах. А у них все просто. Если любят, то прощают. Забывают. Навсегда. А если я так и не смогла ее полюбить? Этого не может быть. Я же вижу, вы ее очень любите, правда. На вас вон лица нет, пока я с вами рядом нет. Ну? А я, вы знаете, думала, что не заболела ли Галочка. Прям так переживала. Ну, слава Богу. Ну да. Все живы, здоровы. Анечка, вы знаете, вы не переживайте. Вы очень хорошие мамы. Все будет хорошо. Я к вам еще обязательно приеду с мамой Жуковым и привезу много вкусного. Пока. 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 До скорых встреч. Пока. Удачи. Пока. Пока. Я надеюсь, мы увидимся. А я там много-много рисунков. Пока. Удачи. Пока. 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 Думаешь, что хочешь, но я решила забрать Галю из детдома. Я рада. Отлично. Отлично. Я сама хотела тебя попросить об этом. Я тоже очень скучаю. С Галей было столько волнения, а теперь я вообще не сплю. Опять-то о себе. Нет-нет-нет. Нет. Я не сплю, потому что я все время думаю о Гале. Ну как она там без нас в этом детском доме? Не случилось ли что? И в конце концов, что она там ест? Наверняка какую-то ерунду. А может быть ее кто-то обидел? А мы где? И оказывается, ее очень люблю. Я оказывается тоже. Но за ней поеду я одна. Да. Да? Ну ладно. А ты пеки пироги. Хорошо. Девочка, заправить передавай или у тебя проездной? У меня нет проездного. Это вот из денег все, что у меня есть. Этого не хватит. Ну, можно я тогда с зайцем, со своим зайцем? Я к маме еду. С зайцем выходи к маме. Мама твоя лучше бы тебе денег на проезд дала. Выходи. Ребенок же. Пусть так проедет. Этому ребенку уже лет восемь. Взрослая уже. Без билета нельзя. Так давайте мы за ее билет заплатим. Давай, давай, выходи. Тут детдом местный рядом. Беспризорные ездят. Потом у пассажиров деньги с вещами пропадают. Рюкзак! Я рюкзак забыла! Андрей Викторович, мои родители снова передали нам скромный холостяцкий ланч. Отлично. Прикрой дверь, а? Да. И передай маме, что ее котлетки лучшие на свете. Лучшие, что я ел в своей жизни. Передам. До сих пор снятся. Я тут кое-что нарыл, между прочим, по нашему Олегу Борисову. Стоп, не нарушай субординацию. Мне тоже есть, что тебе поведать. Смотри, этот гемолог Самуилов кое-что мне рассказал, и, по ходу, Олег Борисов может быть причастен к смерти Савельева. Ну а что, смотри, про камни он знал сапфиры и ничего не сказал. А почему? Били тут еще огурчики соленые. Да, и через магазин давно происходила перепродажа кразиного. Точно. Вот почему камеры наблюдения не работали. Угу. Зачем вам самим светиться и клиентов светить? Но я узнал, раскопал кое-что покруче. Навел справки, порылся в архивах. Дед Олега, Борисов Игнат, был биохимиком. И в конце сороковых работал в лаборатории Майроновского. Майро… Подожди, Майроновский… Секунду. Подожди, это же лаборатория, где был придуман этот яд, карбил… Карбиламинхалин. Короче, который не виден в крови, правильно? Угу, да. Майроновский… Я просто думал, что и всех репрессировали. Почти. И сам Майроновский после смерти Сталина отсидел. А вот Борисов работал недолго. Потом ушел в конце сороковых сам, якобы по какой-то болезни. Поэтому не спился, не отсидел и даже дожил до конца девяностых. И внука успел понянчик. Сейчас, конечно, дедов живых давно нет, и мать Борисова тоже умерла. А отец за границей. А что мы сидим? Нужно задержать и допросить Борисова. А лучше всего еще и обыск в доме устроить. Вдруг какие улики накопаем. Ну, может, поедим. Ладно, молодежь, сиди, ешь. Я попробую выбить ордер. Угу. Наберу тебя. Такси! Дяденька, а вы добрый водитель? Добрый, добрый. Тебя отвезти куда-то надо. И умный. Эти автобусы все не приезжают, и я все равно не знаю, на каком из них ехать. А ты знаешь, что к чужому дяде в машину садиться нельзя? А тебя разве этому не учили? Ну? Ну, вы тогда меня оставите тут одну на остановке, я буду ждать, ждать, и сяду к злому водителю. Ну да, лучше тебя здесь не оставлять. Да-да. А куда тебя везти? Ты знаешь вообще куда ехать? Точного адреса не помню, но знаю, что где-то где площадь. Оттуда уже вспомнил. Ну, это понятно. А площадь-то хотя бы центральная? С фонтаном. С фонтаном. Родитель-то где твоя вообще? Сейчас я вам все объясню. Бабушки-бабушки, где жили у бабушки? Ну, куда она могла под диваном? Ничего-ничего, найдется. Ну, нашли? Нет. Дети говорят, что она к маме своей сбежала. К маме? Она прощение хочет попросить. И вас ищет. Мама, бабушка, откройте! Мама, бабушка, мнеmal нет. Мама, бабушка. �過 Agent? tão хорошо. А пока? Приняп – 1954 года? и bushes 고кунол Have-rang for swap us с нами. Пphoria его, не буду разбив его. T instal satrinя, нет песни по ін3000. И drew kalian. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего, ломать будем? У нас ордер же на обыск, а не на взлом. Помоги. Ух, зябко. Слушай, а вдруг он там не один? С женщиной? Звони, Смирнов, звони. Ясно. Ладно, давай территорию осмотрим. Ты с этой стороны, а я с этой пойду. Хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МОЛОДУЮЩАЯ МУЗЫКА РАЧАНЛЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Олег, это были твои слова. Заткнись, я не собираюсь перед тобой отчитываться. Ты сказал, что отдашь эти камни заказчикам при мне. Да нам же всем конец, если мы их не отдадим. Ты, я, я что, я похож на идиота? У меня есть покупатель, я сам их могу продать. Галя! Мама! Мама! Анечка, а что ты кричишь? А где Галя? Галя сбежала из детдома. Как сбежала из детдома? Она не захотела возвращаться. Да к нам она сбежала, я думала, она здесь. Вот, где ты была? Вдруг она сюда приходила, а здесь никого. Я хотела сделать Гале сюрприз. Она так хотела котика, вот я и подумала. Ты решила взять котика? Ну, с ним хлопот меньше, чем с Галей. Мама, ну, прости. Что мы за люди такие? Довели ребенка. Вот где она сейчас? Может быть, с ней что-то случилось? Не переживай, мы ее обязательно найдем. Надо позвонить Жукову, может быть, она к нему опять побежала. Я его номер удалила. Как? Какая ты дура. Мы с такими деньгами можем позволить уехать куда угодно. В Испанию, в Италию, на Бали. Нас никто не найдет. Мы, наконец-то, заживем по-человечески. Подожди, а как же Аня? Аня? А кто такая Аня? А Аня для меня вообще никто. Я даже представить себе не могла, что ты такой. Какой такой? Жестокий и подлый. Я практичный. Ты давай решай, либо ты вздвоишь пылинки со своей подруги, либо едешь со мной. Олег, ты же был лучшим другом ее мужа. Эти люди, они вообще способны на все, что угодно. Они могут, они могут убить Аню, они могут похитить Галю. Ты это от кого наслушалась этой сентиментальной чуши? От нее, да? Так что решай, либо едешь со мной, либо я валю один. Потому что Жуков и так уже до всего докопался. До чего он докопался? Ну, скажи, ну, до чего он мог докопаться? Я не буду из-за тебя предавать Аню! Валя! 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 Ты псих, ты же больной! Ты никогда меня не любил! А ты? Ты любила кого-нибудь, кроме своей подруги? Она, она любовь твоя! Я не собираюсь из-за тебя предавать близких мне людей. И да, я любила себя! И верила тебе, как дура! Кто сильный, тот и прав! Все люди дерьмо! Да это ты дерьмо! Все люди твари! Все люди твари! Я не исключение! И ты тоже твари! И не надо строить из себя Святошева! Ты даже хуже Сергея! Я думала, что это Сергей, двуличный гаденыш! А ты его просто превзошел! Браво, Олег! Слушай, а может это ты его убил, а? Я не знаю как, но ты взял и убил! Ты думаешь, я тебя боюсь? Ты свои догадки можешь втирать кому угодно! Это ты! Ты убил бы из-за этих камней, чтобы продать их и получить деньги! Если бы ты была умнее, ты бы сама это сделала! Но ты на это не способна! Все закрыто! А? Телефон недоступен! Ага! Так, видишь? Что ты сжигал! Тимофей! А не наша ли часом эта шкатулка? Похоже! Опа! Здравствуйте! Извините, вы не видели Галю мою? Нет! Девочки, вы Галю не видели? Нет, мы давно ее уже не видели! Су-е-па! Су-е-па! Ой! Ты че тут делаешь? А я маму жду! Маму ждешь? Не бойся, он ничего тебе не сделает! Совсем дура! Она все слышала! Она ребенок! Отвали их! Я их сейчас обеих порежу! Заткнись! Заткнись! Мерлено, отпусти ее! Ты совсем рюкнулся со своими камнями! Заткнись! Заткнись! Мерлено, отпусти ее! Я сейчас полицию вызову! Ты думаешь, я шучу? Такая удача, раз в жизни не бывает, и я ее не упущу! Значит, идешь сейчас, заводишь машину и ждешь на этой черного входа! Попробуй чей-нибудь выкинуть, знаешь, чей будет, да? А потом что? Ты нас отпустишь? Не создадите мне проблем! Останьтесь живы! Обе! Обе! Попробуй чей-нибудь! Эти Жуков тебя поймает и посадит! А если ты меня убьешь, он тебя убьет! Все, заткнись! Иди сюда! Давай, вали! Уважаемый! Полиция! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы где-то здесь живете? Да, вот он мой дом, вот он! А Борисова хорошо знаете? Так, с детства, считай! Вот же дом его родителей! А давно его видели? С утра уехал куда-то! Куда не знаете? Без понятия! Он волк-одиночка, сам по себе живет! Вообще не похож! Ни на отца, ни на мать! Вот с родителями мы хорошо дружили! Почти каждый вечер в гости друг к другу ходили! Хорошие были времена, пока Маша, мама Олега, не померла! А отец, кажется, за границей! За границей? Да тут он! За городом! В доме престарелых! Уже пять лет! А адрес дома престарелых случайно не знаете? Адрес, да, пожалуйста! Пей, 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 пей несмышленыш! Пей, пей, пей! Ах, ах! Назовем тебя как классика! Моцарт! Или Сальери! Ну, пожалуйста, пей, пей! Нет, Сальери, пожалуй, называть не будем! Агинский? Нет! Шуберт, Шуберт, у тебя такая шубка мягкая, мягкая! Пей, 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 пей! А твоя хозяйка-бедлянка таких имен пока не знает! Ну, ничего, займемся ее образованием! Галя! Галя, доченька! Галя! Аня, вы мне сегодня звонили, я что-то перепутала! У меня же сегодня выходной! У меня дочка пропала! Я надеялась, что она здесь! А-а-а! А ее нет! Спряталась, наверно! Она очень любит в сундуке прятаться! Поищем! Галя! А мы не знаем, где ты! Галечка! Нету! А это что это такое из-за экспоната, а? Не, у нас такого не было, что это такое? Это же Галин заяц! Она его очень любит и всегда берет с собой! Ну, откуда он здесь? Анечка, спокойно! Галя была здесь, значит, она жива и здорова! Правильно? Правильно! И мы ее обязательно найдем! Агата Георгиевна, можно вас попросить? Вы можете остаться здесь! Вдруг она вернется! Не обсуждается! Я очень люблю Галечку! Только не волнуйтесь, пожалуйста! Спасибо! Ты угомонишься, а? Хватит нерзать! Сейчас из машины выкинула! Не выкинешь! Я сразу в полицию буду! Хватит гавкать! Тебя в ней дом вернули, я теперь понимаю, почему! Мы едем к тебе на дачу! Дорогу знаешь? Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Я не знаю! Тихо, 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 тихо! Значит, ваш отец Борисов Игнат участвовал в разработке этого яда? Ну, да! Они разрабатывали пылеобразные формы ядов! Простите, какие пылеобразные? Что это значит? Отправляющие через выдыхаемый воздух! Оружие массового поражения! Это письмо он оставил, видимо, в знак раскаяния! Мы нашли это письмо уже после его смерти! Я хранил его, как память! А вот здесь ваш отец говорит, что в тайнике, ну, помимо формулы и самого письма, он оставил ампулу, ну, вещества, которые они разрабатывали! Карбиламинхолинхлорид! Да, что-то джей! Да, в надежде, что это в будущем послужат науке, а не убийствам! Но, когда мы нашли письмо, ампулы в тайнике не было! Может быть, он все-таки перед смертью уничтожил ее? И не уничтожил! Алексей Игнатович, а Олег, ваш сын, он видел это письмо? Ну, просто вы сказали, мы нашли! Вы нашли это письмо вместе с ним? Я знал, что рано или поздно это всплывет! Ну, давай, пойдем! Давай, 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 быстро! Давай, давай! Чего ты дергаешься-то? Открывай! Открывай, чего стоишь! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Давай! Лезь! Лезь! И эту с собой возьми! Невоспитанную! Заходи! Тихо-тихо-тихо! О тебе! Тебе к героства не идет! Не надо! Ну что, хорошо устроились, а? Если что не так, воспользуйтесь ее услугой Румседвиса! Заткнись! А ты ведь могла стать моей королевой Дианой! А теперь сиди здесь и всех жалеи! Подружек своих! Сироток убогих! Тебя! Тупорылую! А кто никого не жалеет, тот получает все! Все не получится! Тебе или пристрелят, или посадят! Слушай! А ты мне злая больше нравишься! Может со мной поешься, а, красотка? Да пошел ты урод! Тетя Ди, ругаться при детях нехорошо! Иногда можно! Ну ладно! Тогда бай-бай! Ты свой выбор сделала! Кто-то потопил вашу мангал ценнейшей породой красного дерева в махагоне! Я ж говорил! Скорее всего Олег, избавляясь от улики, сжег шкатулку, при помощи которой отравил Сергея! То есть, значит, это могла быть красная шкатулка темного дерева, так? Это могло быть что угодно из древесины в махагоне! Кстати, у Битлз были барабаны из махагоне! Ты можешь помолчать, ну? Самое интересное! Да! Карабиламин, холин, хлорид в организме следов не оставляет! И смерть как от сердечного приступа! Но в обгоревшем кусочке древесины мы все-таки обнаружили остатки похожего химического соединения! То есть, яд все-таки был! Я не могу утверждать, что это был тот самый яд! Я могу лишь констатировать тот факт, что мы обнаружили мельчайшие следы сложного химического соединения! А уж остальное утверждайте вы! Давайте вот! Через час заходите! Да, давай! Спасибо! Он что с Борисовым делать будет? В смысле? А что с ним делать? Задерживать пока не слинял! Но он мне очень, очень нужен! Это срочно! Девушка, я вам уже говорил! Капитан Жуков на выездном задании! Когда вернется, неизвестно! Позвоните ему! Не могу! Почему? Ну, во-первых, я не должен перед вами отчитываться! А во-вторых, вдруг он сейчас ведет захват преступника! А тут я! Жуков, тебя тут одна женщина очень хочет! Вы что вы себе позволяете? Если у вас что-то случилось, вы можете обратиться к другому следователю! Но мне нужен именно Жуков! У меня ребенок пропал! Дочь! Она маленькая! С ней может случиться все что угодно! Тогда пишите заявление! Будем искать вашего ребенка! И не надо так нервничать! А то Жуков, Жуков! Макаров! Тут у женщины дочь пропала! Подойдешь? Нет! Только Жуков! Почему? Потому что это и его дочь тоже! Здорово! Андрей, Андрей Викторович! Вас ждут! Понятно! Андрей! Анна Александровна, что случилось? Галя пропала! Убежала из детдома! Ее нигде нет! Я тебя прошу, умоляю, помоги ее найти! Ай, черт! Он нам даже воды не оставил! Он хочет, чтобы мы тут сдохли, как собаки! Галь, ты главное не бойся! Мы обязательно с тобой выберемся! Дядя Ди, я не знала, что ты такая! Какая? Хорошая! И маму любишь! Галь, солнышко! Прости меня, пожалуйста! Я так перед вами виновата! Нас обязательно найдут! Я тебе обещаю честное слово! Дядя Андрей? Дядя Андрей или кто-нибудь еще? Скорее бы он успел! До того, как этот вернется! Этот уже не вернется! Он недели две тому назад чемоданы собрал, чтобы свалить отсюда! Он из-за этого нас убить хочет? Откуда они у тебя? Пока мы в машине ехали, я просто тихонечко потянулась за веревочку и достала, чтобы он не заметил! И, наверное, скоро он уже заметит и вернется за ними! Их надо срочно спрятать! Их надо! Воровать это, конечно, очень плохо, но иногда нужно! Ты моя мальчика! Я не воровала! Я просто потянула за веревочку! И вытащила! Это фокус! Меня мальчишки научили в детдоме! Слушай, Галь! А тебя еще каким-нибудь фокусом учили в детдоме? Да, конечно! Это все из-за меня! Я боюсь, что ее похитили! Подожди! Что значит похитили? Зачем? Держи! Они мне угрожали! Я ничего не понимаю! Ты можешь нормально объяснить? В антикварном магазине Сергея, оказывается, перепродавалось краденое! И пропали какие-то очень дорогие сапфиры! Какой-то заказ на продажу! Сапфиры Антуанетта! Из-за них, может быть, и убили Сергея! Так все-таки, получается, эти камни… А ты знала о всех его антикварных делах, так? Нет! Он мне ничего не рассказывал! Берег! Но лучше бы я все знала! Я бы сказала ему, что нам не нужны никакие деньги! Андрей, они страшные люди! Они грозились убить Галю! Подожди, так я… Я только понял! Ты поэтому ее вернула в детдом? Нет! Я просто оказалась плохой матерью! Но я ее люблю! Я хотела ее забрать! Я… Я поехала туда, но она уже сбежала! Ты мне веришь? Жуков, я тебя умоляю! Помоги мне найти Галю! Ань, я… Я клянусь, я обещаю, обязательно найду нашу дочь! Андрей, мне страшно! Сейчас придет Смирнов и отвезет тебя домой! Будешь ждать нас дома! Нет! Нет, я не хочу! Я… Я не хочу! Я не смогу просто ждать! Там мама ждет! Я буду искать Галю с тобой! Посмотри на меня! Ты мне доверяешь? Доверяю! Смирнов отвезет тебя домой! Все будет хорошо! Многие из своих драгоценностей Мария Антуанетта самолично передала на родину в Австрию, чтобы заплатить за свое спасение! Но никакие драгоценности не спасли королеву! Революционеры все равно убили и Марию Антуанетту, и короля! Даже такие камни не помогли? Даже такие! Иногда никакие богатства не могут помочь! Все ее серьги, ожерелья, диадемы, кольца, браслеты развезли по разным сторонам мира! Многие камни даже демонтировали! Это как? Ну, вытащили камни из украшений и заправ! Народ во Франции тогда голодал! И вот если продать такой один камушек, можно было прокормить очень много бедняков! Ну, конечно же, бедняков никто не кормил! Революционеры просто разграбили все драгоценности и забрали камни себе! Вместе с деньгами! А сына королевы отдали в детский дом? Луи отправили на воспитание в семью Сапожника, чтобы он забыл о королевском происхождении и что он королевских кровей! А сколько ему лет тогда было? Восемь! Почти как мне! Ну и что, он вырос и забыл, что он король? Нет, он не вырос! В приемной семье над маленьким королем издевались! Его не кормили и не лечили, когда он очень сильно заболел! Ну, он умер! Умер? Ну… Вот же ребенок, он ни в чем не виноват! Зачем они над ним издевались? Так, ну, не надо реветь, пожалуйста, ладно? Ты же сама сказала рассказать тебе про эти сапфиры! Ну, я же не знала, что они такие несчастливые! Вот меня мама и бабушка никогда не ругали! Они меня любили! И не обижали! Вот бы сейчас бабушкиных пирожков! Я хотела пироги испечь, но как-то не до этого! А эти кружки нам Галя подарила! Мне вот с коровой! А Анечке с Оленем! Нужно позвонить Жукову! Он уже мог что-нибудь узнать! Анна Александровна, Жуков сам позвонит, если что-нибудь узнает! Нет, я так не могу! Я тоже пойду ее искать! Аня! На улицу! Извините, Анна Александровна, я не могу вас! Отпустить нельзя! Ну, почему? Я что, под арестом? Да не под арестом, а под присмотром! Вы что хотите, чтобы Жуков потом и вас по всему городу разыскивал? Что за чудо! А как его зовут? Это Галин котик, она его должна назвать! Но я бы назвала его Шубертом! Анна Александровна, перестаньте! Если Жуков ищет, он обязательно найдет! Тем более свою Галю! Через место! Για появился он! Черт. Маленькая воровка. Ах ты, разбойник! Ну что, у вас к туалету не приучен? Я его только сегодня взяла, а тут вот такое. Мам, а лоток, наполнитель? Я не успела. Ну, я схожу. Все равно не могу дома сидеть. Я с вами. Полина Евгеньевна, вы одна со зверем справитесь? Я опытный дрессировщик. Идите. Ну что, я пойду как под конвоем. Идите тогда сами, я с мамой побуду. Хорошо. Я быстро. А деньги? Точно. Догоню, отдам. Ты за Галей. Мам, ну не могу я просто так сидеть. Я с ума сойду. Ну хорошо, хорошо. Иди ищи. А за Смирновым я сама присмотрю. Спасибо, мамочка. Давай, давай. Ну что, Шуберт? Ах ты красавчик. Анечка. Вернулся. Он что, спринтер? Наверное, за деньгами. О, здрасте. А куда это ты собралась? А? Наверное, решила камни нам наши отдать, да? Анечка, это кто? Конь в пальто. А что вы себе позволяете? Девушка, вы не подскажете, где магазин для животных? Лоток для котенка надо купить. Это вы так с девушками знакомитесь? Почему вы и нет? Но мне правда нужен лоток. Вы не подскажете, где зоомагазин? Да, конечно, подскажу. У меня у самой кошка есть. Здорово. Ну, вот как раз про свою кошку и расскажете. Как вас зовут? Меня Надя. Я Тимофей. Очень приятно. Я так понимаю, нам туда идти? Да. Пойдемте, провожу вас. Давайте пакетку могу одевести. Так как вашу кошку зовут? Маруся. Маруся? А почему Маруся? Мама, прошу тебя не нервничать. Я сейчас позвоню. Куда это сразу звонить, а? Диана. Подруге решила набрать, да? Слушай, да убери ее отсюда куда-нибудь. Не трогайте маму! Я прошу вас, уйдите отсюда. Вы здесь ничего не найдете. Я отдала камни Диане. Она должна была их передать Олегу. Я думала, они вам все отдали, но я не могу дозвониться до Дианы. Она пропала. Что ты раньше не сказала, а? Подругу жалко? А ей небось тебя не жалко. С нашими камешками свинтил, но мы ее найдем. А ты боишься с нами. Если камней у меня нету, я тебе нос откушу. Поняла меня? Мама! Жека! Мама! Вы правда не трогали мою дочь? Да расслабься ты! Что мы, изверги что ли? Не трогали мы твою дочку. Нам бабки нужны или камни. Мы и так тут уже проявляем вверх терпения. Где же тогда? Тихо. Тихо. Даша. Едем к подруге вдовы. Сказала, что камни у нее. Ну да, нашлись. Ага. Понял. Так, сейчас разворачиваемся. Машина Борисова едет в загородном направлении. Короче, едем к даче Борисова. Вот так. Шуберт. Алина Евгеньевна. Аня. Альма? Сука. Ага. Ага. Альма. 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 Капитан? Это сосед Олега Борисова. Вы просили позвонить, когда он объявится. Где камни? У тебя. Дианочка, слушай, ты никогда не умела мне врать. Скажи, где камни, и я вас отпущу. Они были у тебя, куда ты их дел, я не знаю. Мы ничего не брали, выпусти нас немедленно. Камни где? Да я не знаю. Сюда, иди сюда, иди сюда. Покажи. Что, копали? Где вас? Сейчас, самих, здоровью. Будете копать. Я просил глаз с Аней не спускать. Какой кошачий лоток? Смирнов, тебе доверили, самое ценное. Где мне теперь ее искать? Нет, сиди, кота охраняй. Жуков тебя все равно поймает и посадит. Лучше сразу позвони ему и сдайся. Лучше. Лучше сразу. Лучше сразу. Сырец. Может, сразу и для себя ямку выкопаешь? А? Алик, где Каля? Вы шо? Эти твари их куда-то спрятали? Я не могу найти! Неправильно, он хотел нас убить, а там с камнями уехал. Каля, доченька! Каля, где жука? Ты думаешь, что жука тебе поможет? Они у вас всех не копают. Ты за нас не базарь, ты за себя ответь. Камни где? Тебе как в ритм, опять? Что, смелый такой, что ли? Клоун, слышь, ты валыну-то опусти, аж нас тут землю зубами грызть будешь. Смотри, спецназ! Быстро, парень! Все, 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 все. Мама! Во всем виновата, маленькая тварь! Смотри, спецназ! Дорогой спецназ! Тихо-тихо-тихо-тихо! Папа, папа! Для нас тут приедешь! Живо-второй, ну. Пошел, пошел! Ты же сказал! Тетя Диана, она же будет снова здорова? Конечно, будет. Мы ее вылечим. Все будет хорошо. Ну что, как она? Ну, ранение серьезное. Левая легкая задета. Но через месяц будь здорова. Будет как новенькая? Не, лучше, как старенькая. Ты смелая, тетя Ди. А может, ты не будешь называть меня тетей? Просто Диана. Но я хочу, чтоб ты для меня была, как настоящая родная тетя. Маленькая хитрюшка. Давайте, давайте, давайте. Не переживай. С тетей Дианой все будет в порядке. Мам, пап, тетя Диана спасла меня. Прям, как настоящий герой. И не побоялась этого Олега. И не предала тебя, мама. Я знаю. Она оказалась настоящей подругой. И все-таки, где вы спрятали камушки? У меня есть один небольшой секретик. Мы с девчонками в детдоме так всегда прячем. Ну-ка. Когда каблук отходит. Вот. Всегда с собой никто не видит. Ух ты. Молодец. Смелая какая. Настоящая дочка следователя. Правда, пришлось ботиночки попортить. Ничего. Мы тебе новые ботиночки купим. Мы? Мы. Ты будешь моей женой? Да-да-да. Ура! Женитесь уже! Я согласна. Ура! Мурзик, смотри, что у меня есть! Галя, ну почему Мурзик? Давай назовем его как-нибудь прекрасно, оригинально. Например, Шуберт или Моцарт. Бабушка, ну какой он Моцарт? Посмотри, это же Мурзик. Мой самый первый в жизни котик. Спасибо, что взяли меня к себе домой. Галя, Галя, не надо. Его на стол шерсть летит. Осторожно, осторожно. Ой. На счастье. Как же я рада, что у вас все получилось, и у Гали теперь будет настоящая семья. Да, у Гали непростой характер, но зато она самая лучшая. А вы ведь ее сразу разглядели. А я, знаете, несмотря на мой опыт, думала, что ни вы, ни мы, ой, с ней не справимся. Она такая колючая была. Она просто была одна. Ей нужен был кто-то, кто ее полюбит. Да. Помните Вику? Ее ведь вернули и пока не забирают. Как? Она же такая… Да. Такая добрая, милая девочка. Но там родители разводятся, и ни один из них не захотел ее себе оставить. Так и осталось у нас. Не хотите себе еще одну дочку? Вику обязательно кто-нибудь удочерит. А у меня уже есть моя дочка. Полина Евгеньевна, это 37-й или 47-й год? Сорок седьмой, слава Богу. Слава Богу. Это вам. Сегодня отвозила документы в детский дом и узнала, что ту девочку Вику вернули. Предложили мне ее удочерить. Ну, я отказалась, ведь у нас уже есть наши дали. Подожди, подожди, подожди. А как ты могла принять такое ответственное решение одна, без семьи, а? Может, для Гали будет лучше, если неудок появится с сестренкой? Может быть. Вот. А у меня, вы не хотите спросить? Ух ты. Решаете взять другую дочку или нет? А я, мое мнение не важно? Правильно говорил. Я не против. Но зайца не отдам. Вот, кто-то пришел. Я открою. Я не против. Я не против. Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Это вам. С выздоровлением. Спасибо большое. Садись уже, а? Да. Пойдем. Ну, что, давай, рассказывай. Что там у нас? Похитителям в вашем светят только за соучастие и угрозой. А вот босс их оказался прелюбопытным человеком. Он совершал аферы международного масштаба. Он, оказывается, у наших коллег по экономическим преступлениям в разработке. Но только улик не было. А теперь он в бегах. Ясно. А что по камням? Эксперты подтвердили, что сапфиры подлинные восемнадцатого века. И действительно очень ценные. Но с Марией Антуанеттой не встречались. У них абсолютно другая и тоже интересная история. Ой, тетя Ди, я знаю, кем я буду. Я буду историком. Вам положить салат? Да, конечно. И вот тех грибочков. В этом токсине. Обожаю. Так вот, эти камни украли в девятнадцатом веке у одной русской графини-мигрантки. Ужасно дорогие, но не французы. А кто их украл? Да кто их только не крал. За это время. С девятнадцатого века. Вот откуда только они взялись у графини. Редактор субтитров А.Семкин홀 Корректор А.Егорова